Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После нашей беседы, когда все закончилось, половину забыли, половину меня забыл, а вот сразу вопрос есть, вот так рука, сразу разбираем ситуацию, какой-то вопрос понятный, непонятный, ну и дальше продолжаем двигаться в каком-то направлении обсуждать то или иное разуме. Вот, значит, суть нашей беседы будет заключаться вот в чем. Я постараюсь вас убедить, что делать именно надо. Это так. Вот, с кем она все беседает. Вот, сама тренировка спортивная, да, она состоит из моего тренера. Разделы, которые не существенны, я даже затрагивать не хочу, но у кого будет какой-то вопрос, скоро продвижимся. Потому что засорять голову, ну, не рекомендую. Вот. То есть, первый важный раздел, допустим, это вот средства методов тренировочного процесса, да. Но это всем известно. Залезли в интернет, посмотрели, как тренируется там Иван такой-то, или Петр такой-то, или все. Это легко делается. Это в литературе есть, и информация, она достаточно доступна, и каждому, допустим, взять и почитать. Вот. Второй раздел, я считаю, он более такой же важный, более важный, да, это управление тренировочным процессом. Вот. Я несколько раз, там, допустим, когда осмысливал свои какие-то рассуждения, например, да, пытался залезть в интернет. Соответственно, школа была пройдена там, института, там, обучение, чтение книг всяких. Начиная вот, там, штанги, плавание, ну, лыжный спорт, ну, и всякие другие. И, там, книги физиологии, и все остальное. Вот такой картинки цельной, да, чтобы понять, почему сегодня тренировка дается вот такая, а завтра тренер, допустим, дает такую тренировку, а послезавтра он дает такую, да, да. Я, ну, честно говоря, не нашел. Поэтому вот это вот родилась, как, как бы, тематика, вот это, допустим, анализ пациентных состояний, да, вот, она родилась в процессе практики, ну, начиная, наверное, с 70-го года. А если учесть свой опыт, там, не говори, то он, наверное, и раньше. Вот. Это вот рассуждение, основанное на фактическом материале. И спортсмены достаточно высокого уровня были, и меньше уровня, там, от кандидата, от перворазрядников, и меньше уровня, ну, всем известно, и не надо. Вот. Поэтому я считаю, это важный момент, такой важнейшей в тренировке, поэтому мы постараемся говорить, как бы, об этом больше. Вот. Значит, первое, начнем мы с легкого. Ну, с вашего позволения я присяду, чтобы было мне удобно немножко видеть. Значит, ну, первый такой, вот, как бы, он подраздел управления, да, на что следует обратить внимание, это мы немножко поговорим о пульсе. Потому что в прошлый раз, вот, я не знаю, большинство было присутствующих, там, половину, наверное, не было. Вот. Я задал вопрос о пульсе, ну, ну, ответ был такой, что, вот, по моему мнению, он был совсем неправильный, и, поэтому я постараюсь вас убить в другом. Значит, пульс, как средство контроля за тренировочным процессом. Да вы не записывайте, знаете почему? Вот материалы есть, они в электронном виде. Они сырые, они не готовы для какой-то там, это, скажем, серьезной публикации и еще чего, да, но есть это в электронном виде, описано, вернее, да, описано, и желающие могут их учить и, пожалуйста, там, изучать сколько угодно, сравнивать, изучать и смотреть. Поэтому не тратьте время, вот, на это то, что записываете, это все, ради бога, получится, не трогаем. Вот, в литературе по пульсу я пытался постоянно завладить, и смотрел, вот, наши физиологи, там, известные, там, 30-е годы, 40-е, 50-е, 60-е, но я не нашел таких вот материалов, которые бы, вот, там, допустим, позволяли бы четко контролировать и знать критерии оценки пульса, вот, не нашел, честно говоря. И беседую со многими тренерами, ну, тренеру я знаю, ну, не знаю, там, от «Царя Гороха» и до «Блёка Атлетики», и потом, и других тренеров, например, в других видах спорта, таких, довольно достаточно авторитетных и заслуженных, например, да, и прочитанные, ну, вот, серьезные книжечки, такие, допустим, хороших тренеров, американцев, там, по плаванию, допустим, но у них, вот, тоже, вот, эти моменты, они, как-то, не отражены были. Поэтому я считаю достаточно важным, вот, то, что это наработано, а как вы это уже усвоите, интерпретируете и примените, ну, это уже другой вопрос. Значит, пульс, информативный показатель, достаточно, да, он такой, как бы, кумулятивный, это не только, вот, там, работа сердца, например, да, он, наверное, это кумулятивный такой показатель, который, ну, включает, там, массу различных систем, наверное, и гормональные системы, и все остальное, ну, я не могу это утверждать сто процентов, но это же на глубокой физиологии, которая, вот, должна была, просто присутствовать. Вот. Значит, в литературе он присутствует, как средство оценки, но не написано, вот, детально, допустим, вот он стучит столько, что надо делать, стучит столько, что надо делать, например, ну, такого я не нашел. Вот, поэтому я немножко буду сейчас, так это, сухать, что-то зачитывать, допустим, вопросы есть, сразу разбираем. Нет вопросов, там, продолжаем дальше. Вот. Значит, пульс служит информативным показателем оценки физического состояния спортсмена, таким, кумулятивным, и величиной его адаптационных резервов. Вот сразу предвижу вопрос, что такое адаптационный резерв? Я не могу сказать, что это такое, но это, наверное, накопление гормонов в организме, в крови, например, да, и накопление какие-то белков, жиров, углеводов, там, еще масса параметров в клетках. Вот. Пощупать его никто не щупал, и никто не объяснит, что это такое. Вот. Хотя, вот, некоторые авторы оперируют такими вот вещами, что, ну, мы будем оперируть этим. Вот. Наблюдение, вот, для спортсмена выявили следующие закономерности и позволяет сделать вот такие выводы. Каждый спортсмен имеет индивидуальные особенности и частоты сердечных сокращений, которые зависят, первое, от прожженных способностей, и второе, от состояния спортивной формы. Короткий пример сразу. Вот у меня были люди, когда, вот, как в Торожпульсе, сначала 230 ударов в минуту, на равнику в гору, можно достичь более величины. Вот. Были и спортсмены, у которых, например, там, ну, 180 с копейками, допустим, да, то есть величина достаточно такая, серьезная. Вот. Значит, под воздействием тренировки пульсовые характеристики режимы, они изменяются. То есть как в состоянии покоя, так в состоянии работы, и еще там масса, как бы, параметров пульсовых, я не буду вам их говорить, просто, ну, голова немножко раскушает, если я говорю, я хреба. Вот. Вот частота сердечных сокращений, значит, наблюдалась под воздействием физические нагрузки на относительно обычных условиях тренировочного процесса. Что я имею в виду? Если, например, тренироваться в горах или просто высота какая-то, да, вот бег в гору, соответственно, там реакция пульсовая, она будет другой. Потому что бежать по равнению, например, да, это одно. Крутить велоэргометр, наверное, да, будет немножко тоже другое. Поэтому стоимость вот пульсового режима при различных условиях, она несколько будет отличаться. Поэтому здесь вот это вот. это в условиях относительной равнины, то есть стадион, местность, ровно, без таких ярко выраженных перепадов и всего остального. Вот. Значит, а и при условии сбалансированной тренировочной работы по всем основным методам тренировки. То есть я могу объяснить здесь, что каким образом это все происходило. То есть мы брали весь спектр методов и средств. Ну, методы есть, контрольные соревновательные, допустим, как самые жесткие, например, потом, допустим, там, какой-то повторный, допустим, дальше поехали, там, интервальная тренировка, ну, понимание тренировки на розетте сердца, там, по-возь, вверх, 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 и спускаемся ниже, там, вот. Соответственно, вот эта тренировка должна быть сбалансирована. То есть все присутствует, в этой тренировке присутствуют все методы, да? Вот тогда вот этот анализ был именно при такой тренировке. Потому что если тренироваться несколько односторонно, например, вот люди бегают там 10 км в день сегодня, завтра, послезавтра, и так еще 15 лет вперед. Ну, там несколько будет все по-другому, наверное, ну, могу предположить, факты могу привести, но это не существует, можете поверить нас вам. Вот. Основной рабочий пульс у спортсмена, вот, предлительность составляет 180 ударов, но, наверное, все здесь тренеры, там бывшие спортсмены, и плюс-минус вот такие характеристики, они как бы присутствуют. Ну, у кого-то выше, у кого-то меньше, но здесь уже там выше-меньше, комментарии, они несколько другие, и мы берем за рабочую основу, потому что взять, вот сколько я там, спортсмен у меня было различного, где-то 180, они в основном так были, плюс-минус колебаются, четверг, чуть-низ, четверг, чуть-низ, например. Вот. Мы берем это за рабочую частоту, человеческое сокращение, которое мы используем в основном тренировках. Вот. Этот показатель изменяет в зависимости от состояния спортивных форм. То есть, если мы не бегали, у нас переходный период, мы начинаем, вот отдыхали 3 месяца, кто-то там спал, кто-то на даче ездил, начинаем тренироваться. И сразу выходим на второй день и делаем какую-то интервальную тренировку, например. Да, конечно, пульс выскочит. Почему? Да потому что мы отдыхали, накопили, он накопил организм, накопил организм, агрессионных резервов, и, соответственно, при большом накоплении пульс стучит выше. Вот. Но это факт тоже достаточно общеизвестный. О пульсе можно судить о наличии агрессионных резервов и, соответственно, решать, какую нагрузку давать по объему, интенсивности и характеру применения. Ну, с объемом понятца, интенсивностью тоже, то есть выбираем тот или иной метод. Ну и характер применения можно делать там информативно на коротких отрезках, чтобы более легкое, например, на средних. Вот. А некоторые делают, например, ну, пять раз по десять минут. Ну, условно говоря, пять раз по три тысячи метров. Некоторые делают, допустим, десять раз по десять минут. Ну, велосипедисты, вот я недавно отрочитал, ну, там уже такая ситуация, она может быть достаточно серьезная. Вот. Вот. Закономерности, вот, предусловие, которое я сказал, закономерности вот такие. Допустим, абсолютная максимальная частота пульса у спортсмена при стандартных условиях на равнении, где нет резкого перепада высот, тренировки составляют 190-200 ударов и выше. Мы принимаем на это выкуп. как бы за факт. Дальше. Как правило, рабочая частота у спортсмена высокой квалификации с большим стажем тренировок находится под делом 180 ударов. Но мы выберем средний показатель. Вот. Этот пульсовой показатель говорит о том, что спортсмен находится недалеко от пика спортивной формы. У него есть небольшой адаптационный резерв и можно аккуратно использовать все тренировочные методы, в том числе и жесткий метод тренировки. То есть, чуть вниз, допустим, 170, уже надо задуматься и понять, что происходит. 190, допустим, ну, я считаю, что это хорошо, например, скучить. При определенной стандартной скорости выполнения упражнения, если 170, то 190. Вот. Я считаю, что это 190, это хорошо. Но там еще совокупные факторы присутствуют. Это скорость восстановления через минуту. Вот. И какие-то субъективные ощущения плюс вес, скорость пробегания отрезков и все остальное. Так. Пульсовой показатель говорит о том, что спортсмен находится недалеко от пик спортивной формы. У него есть небольшой адаптационный резерв и можно аккуратно использовать все эти методы. Субъективное ощущение вот я по дыханию скажу, если вот спортсмены есть, бывшие, действующие, вот они немножко поймут. Значит, субъективное ощущение это важный момент. вот дыхание и там, допустим, мышцы, это вот субъективное ощущение, которое вот позволяет точно оценить, более точно оценить состояние и понять, что же делать дальше. повышать интенсивность, понижать и далее. Значит, по дыханию, небольшая тяжесть в дыхании с ограничениями, с такими. Ну, знаете, бывает, вот спортсмен бежит, как паровоз, дышит, да, одно. Бывает, просто не дышит, несется, скорость выполнения высокая, то есть, разные вот эти присутствуют, как бы, ощущения по дыханию. Дальше мы проведем как бы анализ, что это значит и что делать в той иной ситуации. Значит, мышцы с тонусом и небольшой мощью. Тонус, ну, все понимают, что такое тонус. А что такое мощь? Ну, давайте я вам просто объясню. Вот в моем понимании тонус, и как спортсмены мои понимают, вот тонус, это... А? Скрещение мышцы. Не, ну, вот тонус чувствует человек, например, да? Бывает тонус при, там, допустим, какой-то нечувствовании мышц, допустим, ноги немножко может быть отдавать, там, в какую-то легкость, там, пустоту, да? Бывает, они в тонусе, но вот накопление такого нет. А бывает тонус и чувствует, что ноги такие мощные, там, прям чувство веса присутствует. Ну, спортсмены действующие, когда бегут, например, да? Вот часто бегут, натирают вот здесь, например, да? Потому что излишний вес немножко небольшой, там, жир, это чувствуется. Вот в этом понимании я вот так выражаюсь, но это критерий достаточно, в такой же ценной, и на это следует обратить внимание. Потому что, ну, это элемент оценки состояния по мышцам, да? И уже там будешь понимать, например, делать так или иначе. Вот. Скорость выполнения отрезков или упражнений при... Вот это мы говорим о пульсе 180 ударов, который мы сейчас обозначили как рабочий частоток. Скорость выполнения отрезков при выполнении достаточно высокая. То есть, у нас может сточась 180, но мы три недели отдыхали, и, допустим, мы бегали по тысяче метров по три минуты, а сейчас мы бежим по 320, да? Ну, соответственно, мы делаем выводы, что у нас произошло? Да и произошло элементарная расстренировка организма, каких-то систем, например, да? Вот, соответственно, здесь мы вот эти все наши рассуждения объективные, да, мы связываем обязательно со скоростью пробегания. Тогда картиночка будет, она такая, объективная, пульс, скорость пробегания, субитивные ощущения, вес, и вот она, картиночка, правильная, и тут, в принципе, уже ошибиться достаточно сложно, например, да? Вот еще важный момент, показатель, это мы назвали пульс максимальный, или рабочий, который стучит, и очень важный момент, это скорость восстановления через минуту. Вот скорость восстановления через минуту у нас измерялась таким образом, можно мерить по-разному, вот спортсмен бежит, закончил отрезок и продолжает бежать, и у него там, на мониторе, там, прибеги, трусой, вот, через минутку покажет там 150 ударов. Мы делали так, то есть спортсмен закончил отрезок, они идут шагом, то есть на финише оттекает пульс, идут шагом, проходит какая-то минута, там, либо легкая-легкая трассу, она обязательно идут шагом, и, соответственно, замеряется уже через минуту, или просто ходьба. Это делается таким образом, потому что при другом характере отдыха скорость восстановления будет другая, и вы попробуйте, скажите, что я сказал не правду. А в данном ситуации анализ проводился и не таким образом. Вот, при, соответственно, вот когда мы будем говорить о пульсовых характеристиках, учитывается жесткость применяемого метода. если, допустим, вот, бывает такой контрольный метод, это дистанция либо выше, либо не в соревновательном, и бежишь там быстро, да, но, соответственно, жесткий метод требует напряжения вот отсюда и до, там, пятого. Естественно, здесь скорость восстановления она несколько другой будет. то есть, ну, это надо понимать. Попробный метод, там, по жесткости, это второй. интервальный тренировок, если на коротких девочках, ну, 200 метров пробежал, выдохнул, покрусил, и опять разбежал. Соответственно, здесь другое. если ты бежишь интервальный, допустим, по три километра, да, но это несколько более напряженно, и, соответственно, восстановление немножко будет другим. Скорость восстановления. Если вы бежите, например, такой непрерывный тренировок, развивающийся, как сампоровой двиг или портрет, то, соответственно, там, на финише просто стучит у вас, там, где-то ударов 170 плюс-минус, да, а через минуту, естественно, ну, он несколько затянул, будет относительно, будет более коротких отрезков. Вот пределах нормы из практики вот этот показатель скорости восстановления терминута я наблюдал в практике от 40 до 90. То есть, например, на финише стучало где-то 190, проходит минута, падает на 100. Но это сумасшедший высокий показатель, очень высокий показатель, и говорит о готовности организма работает долго-долго и серьезно до, как бы, это самое. Вот. На более короткие дистанции он, соответственно, будет чуть-чуть поменьше, например, да, ну, если спортсмен специализируется в беге на полторы тысячи метров, то вот такого накопления он в 90 ударов он достичь, не может при правильной тренировке, он не может достичь. Почему? Потому что он тогда потеряет какие-то свои скоростные качества, все такое. То есть, надо разгрузиться. Это вот более высокий пульс, это на супердистанции, на супердлинной дистанции, там, ну, свыше 20, марафон, и там есть триатлон, и есть суточные бега, ну, в меру фантазии, как бы. Вот. Это важный момент, очень важный момент для сверхдистанции. Вот это вот дельта пульса совокупности другими моментами. Она, ну, просто сумасшедшая важная ситуация, в этом плане просто советую просто запомнить. Вот скорость выполнения управления при этом достаточно высокая, вот, в этом состоянии можно выполнять немного высокоинтенсивной работой в зависимости от величины ЧСС. Например, ну, вот, у вас же не всегда будет стучать 180, бывает там 183, 4, а может быть 175, например, да, вот, и, соответственно, уже мы какие-то поправочки должны сделать. Например, если, выбирая последний отрезок, там, 600 метров пробежать быстро, например, ну, в повторном режиме или, там, повторно-контрольном, там, границами услугами, поэтому тут смотришь, ага, стучит 184, можно дать побольше отрезок, 600, ну, я давал 1000, например, там, вот, ну, в качестве такого пробного эксперимента, ну, если, например, он пониже, я бы рекомендовал давать, там, от 400 ниже, 200, 300, там, допустим, ну, то есть, вот этот фактор, он должен учитываться при разнице пульса, какой-то небольшой, вот, ну, понятно, немного высокоинтенсивно работает, но это понятно, то есть, методы вы знаете, какие высокоинтенсивные, соответственно, аккуратненько, вот, все это дело использовать, если работать, как у нас все время работают люди, как, большинство, вот, и я так тренировался, и меня тренировали, и там, многие так тренируются, вот, есть состояние, бежится, ну, и давай кассивные поселения, ну, в итоге, что получается, ну, получается, то, что предстоящие соревнования, они, как бы, являются такими пустыми, зачастую, вот, далее, тем выше пульс и больше разницы падения в минуту после отрезка, тем больше адаптационный резерв, и можно более насильно тренироваться, ну, то есть, это понятно, понятно, да? Ну, что, кто-нибудь вопрос задаст, или нет, все, пока еще, пока все понятно, что, вот, только, то есть, у меня вопрос, он давно созрел, я просто ждал, когда вы там, кончите тему, или как, нет, тема там, она бесконечная, смотрите, про пульс много, чуть-чуть был про дыхание, мне интересно, как вы, вот, есть ли в ваших, там, наблюдениях, может быть, методиках, какова взаимосвязь пульса и дыхания, какая корреляция? дойдем до этого, я извиняюсь, вопрос прежде временный, это мы говорим только о пульсе, я не мог не затронуть, чтобы правильно вы понималось, да, следующая тематика нашего, как бы, тема следующего разговора, или там, это оценка состояния, вот здесь будет все расписано, критерии объективные, субъективные, пульсовые, и все, это вот первая ставочка, такая легкая на закуску, чтобы вы, как бы, понимали ситуацию, и просто, это вопрос хороший, и он, соответственно, будет рассмотрен, вот в практике, при подготовке к марафону, я просто вам, как пример, приведу такой, чтобы вы поняли, вот, где был показан, такой, достаточно высокий результат, разница была 85 ударов, пульс за минуту упал на 186, упал на 100, то есть, это сумасшедший, высокий показатель, вот, то есть, и, соответственно, то есть, состояние на марафоне, было просто, вот, фантастически хорошим, то есть, попасть в это, это мечта, на каждого марафонца, но, к сожалению, не очень получается, то есть, бег был, бег был, просто, ну, как бы, блестящий, блестящий, по состоянию, от и до конца, ну, коротко, вот, вставочку, тут, ведь, все-таки, ориентировщики много бегают, и вопрос создают, чем надо есть, чем надо пить, там, все такое, вот, мое мнение, что, при беге на, 2 часа 30 минут, и практика это показывает, и не только моя практика, там есть высказывания, ведущих марафонца, мира, там, в скобочках, как бы, по дистанции, я не ел, не пил, и мне от начала до конца, как бы хватало, у организма, при правильной подводке, хватать своей энергетики, чтобы убежать до конца, и не без снижения скорости, ну, поверьте, это факт, если хочется пить, хочется пить, но это говорит о том, зачастую, что кровь густая, густая, ее надо разбавить, ну, организм сам просит, вот, если хочется есть, энергического материала не хватает, не накопили, там, это самое, углеводов не накопили, там, жаром немножко не хватило, там, чего-то, да, соответственно, хочется забрасывать туда, но это уже не спасает, как правило, десанты, это неправильный подход, просто к соревнованиям, вот, при подводке на более коротких десанциях, это, ну, я продаю, то, разница бывает меньше, там, 56 человек ударов, но, зависит от индивидуума спортсмена, вот, у одного падает, вот, у меня есть, там, два ориентировка, у одного падает достаточно, как бы, активно, у другого поменьше, вот, ну, значит, у этого резерва немного повыше, ее можно, в общем, никогда, подгружать более активно, вот, снижение пульса, ниже, 180 ударов, в работе, на быстрых отрезках, при высокой скорости их выполнения, верный признак, исчерпания, адаптационного резерва, вот, примеры привести, или поверите на слово, нет, хотите пример, яркий, выраженный, какой-то пример, приведу, да, и, ну, чтобы вам, как бы, вот, у вас село в голове, вот, когда вот этой тематики, я еще не понимал, не касался, не было это понять, прочитать, вот, у меня, там, была одна спортсменка, ну, как была она, сейчас, есть, накануне соревнований на длинной дистанции, у нас были, ну, необходимость была выступить на боре короткой дистанции беги на 800 метров, а специализация была марафон, то есть результат до этого был на 800 метров порядка 2-15 копейками, за две недели до марафона пробегается дистанция с результатом 2-13, пульс был где-то 170 ударов на финиш, то есть не дыша бежалась, ну, соответственно, дальше были результаты марафона. Сколько марафон был? А марафон еле добежали. А за сколько? Да, мне это не важно, не, я скажу, что было потеряно, было потеряно где-то в районе 15 минут. То есть вы связываете это с бегом на 800 метров? Конечно. Да это, это сто процентов прямая, как бы, за две недели. За две недели. Могу сказать и более того, вот у меня там один дядечка, недавно тренировался, он такой умный, вроде бы это самое, все читает на реверсах, все-все-все-все-все. У меня была снимок, буквально снимок такая практика. Вот все спортсмены немножко, ну, безобидно, они немножко обезбашены. С возрастом, чем больше, тем более. И вот он, стартовать надо каждую неделю, то есть он, вот эти соревнования, вот что ты делаешь, тебе же уже, а ему было, вернее, есть 56 лет. И вот он каждую, я говорю, у тебя рыбинский марафон, 50 километров. Он, я хочу вот за три недели, я говорю, ну, хорошо, давай за три недели. Я смотрю, у него уже так бы, это, пошло немного, да? Ну, то есть ход пошел, смотрю, там, ну, как пульс смотрю, уже там, что-то, 176. Я его начинаю отговаривать, он, ты надо мне бежать, ну, что вот подводящие старты? Ну, итог был какой, то есть он стартовал и последние недели, за неделю, я смотрю, он так вот катит, ну, на лыжах он, лыжет, катит, так разговаривает, и еще бравирует, все. Ну, думаю, ну, приехали. А переубедить я его не смог, что не надо стартовать, как бы, старт, это, что такое старт? Это, во-первых, выброс, да, выброс гормонов, там, гепталаму включается еще за сутки до старта, и, включая все гормоны, начинает активно выделяться кровь, уже, как бы, вот они в крови, и ты их должен реализовать, но все стараются реализовать, потому что и тянет, ну, куда, и не с ними, тоже затормозит, ну, тяжело затормозить. Вот, и, соответственно, последняя тренировка, которая, вот, такая, тестовая, она была, я смотрю, у него стучит, сто семьдесят четыре удара, хотя должен был стучать, сто восемьдесят выше, например, да, ну, по тем тренировкам, которые делали, и у меня сразу мысль, ну, все, не доедет, то есть, равномерно до конца не доедет, но в итоге получилось, как, я ему говорю, сделай правильно раскладку, ну, раскладку он правильно сделал, в итоге, что, первая половина, там, ну, ура, со всеми сильными спортсменами, в итоге, ну, там, где-то выгребал на последние 15 километров, он результат показал, как это прошло, но он потерял от своего результата, я думаю, в районе 10 минут, вот из-за этих, допустим, одна устарка, которую надо было делать. А можно вопрос? Да, конечно. А вот, как вы относитесь, просто, некоторые тренеры, дают, например, за две недели до марафона, бежать половинку, в темпе марафона, это тоже неправильный подход? Да почему, я не могу сказать. мне просто интересно, с вашей точки зрения. Вот, с моей точки зрения, смотрите, можно дать, можно дать, я сейчас пример приведу, там, такого плана, что я давал, например, на марафонах. Такое никто не дает в мире, и просто, ну, как бы не давал. Вот, знаете, вопрос в чем? Можно дать, можно дать, но для этого надо предварительного сделать анализ оценки состояния, да? В какой стадии ты находишься, ну, по критериям. Если ты, например, накопил много, ну, там, ты тяжелый, у тебя есть вес, у тебя пульс хорошо стучит, у тебя, там, ограничение в дыхании, например, на тренировках, да? У тебя там многие такие, мощные, достаточно там, как бы, лишний вес чувствуется, там, вроде давишь-давишь из себя, там, вроде силенка есть, а супер-быстро пробежать не можешь. Вот в данном случае, да, вот это вот, допустим, полный марафон, он пойдет на пользу. Ты, то есть, ты находишься в состоянии хорошего накопления адаптации, вот, соответственно, ты пробежишь полный марафон, он тебя по всем, допустим, эффекта от тренировки будет элемент супер-кармитации, какой-то там, выбросит наверх, вот, и, соответственно, две недели ты должен просто грамотно довестись, ну, там, как довестись, это уже другой вопрос, там, в умествовании. Вот, и поэтому сказать, что правильно или неправильно, здесь абсолютно, как бы, я не могу так сказать. Вот, я могу привести пример такой, вот, дикой тренировки, которую, допустим, я давал. Вот, за два дня на марафон, была проведена, проведена вот такая работа. Значит, три раза по две тысячи метрам, то есть, дыхание перекрывало, груди просто, дыхание перекрывало, но это говорит о том, в чем, то есть, накопления сумасшедших большие. То есть, я вам скажу время, чтобы вы немножко там сориентировались. А двушках бежать быстрее марафоны, вот эти марафоны? Сейчас скажу время пробегания, вы сами понимаете. Первая дистанция, первая двушка была по... Задача давалась такая, пробежать вот эту двушку на уровне ограничения дыхания, вот что перекрывает сильнее, прямо начинает, ну, как бы не надо, вот с таким напряжением, среднего характера. Вот первая двушка была, она прошла с результатом 7,39, то есть, это по 3,40, ой, по 3,50 на километр, но это результат никакой в марафоне, это на 2,41. Ну, это смотря для кого? Не, ну, я относительно имел в виду спортсмены, который уже готовился. Вторая двушка с теми же усилиями, с теми же усилиями, уже была выполнена за 7,19. То есть, это уже по 3,40. То есть, на 1 секунду мы увеличили. Третья двушка с теми же усилиями пробежалась за 6,59. Это уже из 3,30. Причем, состояние было, вот как бы, одинаковое, вот, по напряжению выполнения, вот это все, но организм раскрывался, раскрывался, и это позволяло, вот там ноги тонизировалось, вдыхалка раскрывалась, и, соответственно, скорость пробегания вырастала. Пульсовые характеристики были, вот, такие одинаковые. скорость восстановления и в конце отрезка. Далее, следовала работа 5 раз по 400, по где-то 76 секунд, ну, достаточно высоко. Но это была женщина, соответственно, высокие результаты, достаточно тренировки. Вот. И ключевой момент был, последний отрезок был, это 1000 метров, она прошла с результатом 3, 11. Но это тоже высоко. Вот, соответственно, вот этот пульс был зломерен, 186, упал на 100, там все. Но вот там ситуация была такая, там сборная СССР, все тренинг, все, ты что, больной был? Ну, то есть, мне так было сказано. Ну, у меня было уверено, железобетонное, что надо делать именно так. Но в результате, высокие результаты, бег был идеальным. он говорит сам. Вот что касается за неделю ли делать, за две недели, например, делать. Вот. Это, прежде надо сделать анализ, где ты находишься, и в соответствии с этом понимать, как тебе эту дистанцию пробежать и стоит ли тебе бежать. Вот и все. Ответил он немножко, Вот, три раза два километра с теми же усилиями. Да. Критерий усилий. Как, как определялось, что усилия те же? Это же субъективное понятие, Субъективное. А как я могу определить в данной ситуации? У меня секундомер старый, который при советских временах. Спортсмену было сказано. Да, спортсмену было сказано. Бежать вот с такими же усилиями. по мышцам, по декалочке и все. Вот такая была установка. В состоянии утомления уже усилия как бы меньше. Какое там утомление? Какое там утомление? Ну как это? Раскрость происходит. Вот смотрите, что происходило в данной ситуации. Я объясню с точки зрения, допустим, адаптации, накопления, вот это всего. Вот, перед этим, естественно, мы сделали сброс интенсивности, объем сохранялся. Кстати, объем сохранялся на прежнем уровне, ничего не убирали. И прыжковая работа, и УФОП, и длинный кросс, и все продолжалось. Интенсивность мы сбросили. Соответственно, что организм, он тренировался, соревновался, допустим, и вдруг неделю интенсивность сбросила. Накопление происходит. Такое сумасшедшее, хорошее накопление. Ну, выражается-то в чем? Дышать не можешь, вес прибавился, хочется пить, например, в большей степени. Ну, густая кровь, там, все понятно. Вот. И, соответственно, происходило, вот первый отрезок сделан был, он как, просто он, как бы, раскрывал дальнейшие возможности. Вот бывает так часто, вот пример есть, вот вы сделали тренировок, бежали в длинный кросс. Начало, бежишь, что-то не тянется, там, ноги поболят, все. И смотришь, там, на каком-то 20-м километре, тебя понесло и понесло. Что происходит? После предыдущей тренировки у вас элементы там, либо, допустим, окисления остались, либо вы еще не все капилляры раскрыли, либо там мелкие сосуды. В процессе бега это происходит, как бы, раскрытие этого всего, допустим, улучшается, там, обмен, доставка, и тебя понесло, там, на 20-м, на 25-м, на полном-то километре. Ну, это такая, вот, мое физиологическое объяснение, что это происходит. Понимаете? Конечно, здесь я дал, как многие тренеры дают, допустим, вот мы бегали, там, подружки, по 6-50, я бы ей дал 6-50, она бы умерла на первом отрезке, и, наверное, все, закончено было. Вот. Но я-то давал по усилиям, просто раскрыть, разогреться, немножко, как бы, подышать там, умеренно напряженно. Вот задача ставила такая. Ну, и, соответственно, если спортсмен правильно понял, ну, соответственно, мы вместе правильно попали на соревнования. Но есть такие люди, когда вот, там был у меня один, там, товарищ приятель, вот ему говорят, давай, он уже бегал, там, стаж, мастер спорта, все, давай 400 метров, аккуратненько, на 66 секунд. Вот он выходит и продвигает струк, 56. Ну, здесь элемент управления, он напрочь отсутствует, вот, как я могу, вот, ответить на этот вопрос. Вот. Ну, что, едем дальше. от исходного пульса зависит, вот люди, вот, пульсом покоя, вы все говорите про пульс? Вот смотрите, покоя я не анализировал, но я просто знал людей, у которых было 28, у которых было 44, я думаю, это не такой, то, что в покое, наверное, корреляция будет, как это если замерить, я отопробу мерил, и мои спортсмены мерили отопробу, это более показательно, то есть, меряешь так, и, допустим, встав, это элемент какой-то нагрузки, да, пульс реагирует, если ты больной, если ты перегружен, дельта вырастает, ну, значительно, вот, поэтому, это не ключевой момент, вот, покой, пульс, по каким причинам, может, что-то приснилось, он у тебя будет стучать, там, ты-ты-ты-ты-ты, редко-редко, или застучит, там, это, я считаю, что это не самый информативный показатель, как элемент в дополнении к остальным, допустим, пульсовой характеристикой, его можно там подсматривать, допустим, да, вот, а так, вот, считаю, что вот так. А не подскажите о зависимости от пульса рабочего, либо максимального от возраста. Да, да, но я хотел дойти, я, по-моему, упоминал, но смотрите, опять, четко, четко скажу так, врожденные способности, раз, это, строение, там, твоей мышечной системы, сердечно-сосудистой, вот, один родился, там, негром, кенийским, там, на высоте 2000, которые там, предки жили, у него там вообще сосуды, и капилляры, и все там замечательно хорошо, а другой родился где-нибудь, вот тут, рядом с Москвой, например, да, и плюс там, ну, там масса факторов, вот, это врожденные способности, допустим, да, вот, стучит, вот, высоко, хорошо, это врожденные, да, подвозить им тренировки, неправильные тренировки, односторонним характером, вот такие, выносили, как мы тренировались там, начиная с 40-х годов, там, наши, и с 30-х годами, братья знаменцы, вот, и заканчивая там, семидесятами, зима, до посинения кроссы, по 700, по 1000, летом выходим на дорожку, и начинаем что-то делать, соответственно, мы что делаем, напряженная, односторонняя работа, на одну же, ту же систему, сердечно-сосудистую, она что делает, она начинает адаптироваться, мы ее, как бы, грузим, грузим, остальные системы, ну, практически не работают, ну, не в той степени работают, как должны были быть, то есть, мы мышцы, нервный мышечный аппарат не работает, гормоналка вообще там не работает, да, вот, и в итоге мы получаем, такой низкий пульсовой режим, вот, и, естественно, возможности нашей, в данной ситуации, в данном этапе, они, как бы, уменьшаются, но это неправильно, это уже другой вопрос, реализация спортивной тренировки, когда начинать, как начинать, и все, но это другой вопрос, который, там тема отдельная, там много о чем он поговорит, а, с возрастом, конечно, да, есть небольшие исследования, но кто их проводил, там, есть дядечка, один там физиолог, это, Петер Янсен, можете, знакомить ее фамилию, почитать, там пригодится, вот, у него, единственный автор, который я нашел, который затронул пульсовые режимы, характеристики, да, каких-то давал, но он там все кучу, намешал, надо было написать книгу, а чтобы книгу написать, если ее написать вот так вот, вот это сухой материал, который вот, ни один, ни один редактор не возьмется, надо вот войти, привести примеры, там, какие-то графики построить, вот он это делал, и он коснулся пульсовых режимов, характеристик, там, примеры приводил, ну, такие вот, советую, когда-нибудь почитать, если там какие-то вопросы возьми, вот остального я в литературе не нашел, это и физиологии нашей истории, да, по пульсам, вы можете сами залезть, посмотреть, так, так, ниже 180, верный признак исчерпания администрационных резервов у данного спортсмена, если у него пульсовой там 180, пошло ниже, уже критерии будут здесь, и скорость будет пропадать, например, дальше, сегодня сделали, а завтра уже на свидетельстве, в отношении скорости пробегания, вот, если спортсмен продолжает выполнять жесткие, высокоинтенсивные тренировки, в таком состоянии, практика показывает, это 100% приводит полную неспособность, в дальнейшем показать высокую скорость на соревнованиях, или в тренировке, но факты тоже могу привести, но вы можете поверить в нас, там, вот тренировка там, не дыша, все, все, завтра, послезавтра пустота, но к этой теме мы вернемся, что это такое, но я скажу так, что вот физиологические границы, когда организм нормально реагирует, она перешагнулась, гормоны исчерп, израсходоваясь, ведь, вот эта вот активность, такая вот, хорошая, да, вот пика состояния, это 100% гормоны практически вышли в кровь, они воздействуют на клеточный обмен, это же доказано, там, там, как там, все это дело выводится, заводится, там, доставка кислорода, к этому, все это, это сама, активность, соответственно, гормоны, это, природа предусмотрела на экстренном случае, стрессовые факторы, да, мы же, вот, эволюция, там, миллион, в основном, что, руки двигались, медленно, спокойно, и какие-то тяжести, что развивалось, сердечно-сосудистая, и мысльная пара, гормоны, никто не трогал, то есть, стрессовая ситуация была достаточно мало, а тренировка, это естественный процесс, который мы пытаемся, у нас же, оно постоянно стрессовый характер носит, вот, поэтому, и с гормонами, и с гормональными системами, их много в организме, поэтому, говорить обо всех о них, ну, сложно, и пока еще, никто там, не мерил, сколько всего, авторы и касались, например, начиная с, с каунселмена, вот, американский тренер, да, вот он касался, да, вот повышение было, а вот детальные обследования, какой, там, на что, там, допустим, да, ну, этого никто не проводил, и ближайшие 500 лет, наверное, не проведет, но это мое, так, а, ну, вот, я вот, уже фразу следующую, вам объяснил, рассказал, насколько скорость, далее, вот, если мы в этом состоянии, в этом состоянии, делаем тренировку, то, что я назвал, летится, да, период полного восстановления, может затянуться до двух недель, если мы в этом состоянии сделали интенсивную тренировку, то в две недели у нас будет проблема, то есть результат не покажем, там, ну, и плюс сопутствующий, какие-то, кто-то не спит, кто-то там, это, вес упадет, и все остальное, пульсовые, естественно, правда, вниз, скорость восстановления, только самая, вот, субъективное ощущение по дыханию, вроде бы дышится легко, вот парадокс, потенциальная вещь, она как бы такая, да, но проверяйте, при беге, с максимальной скоростью, например, истинное состояние, проверяйте, а здесь ты кросс пошел бегать, вроде бы легко, ну, 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 на соревнование приехал, тысячу метров пробежал первые, а две остальных уже до свидос, у меня у самого была такая практика, короткий пример, просто отвлекаюсь, поехал на вооруженку, поищу по юнерам беру, дядьки, взрослые, все мастера спорт, нам такие там, сборные союза были, я первый километр начинаю, а у меня результат был, сейчас скажу, где-то 14, 50, ну, еще по юнерам, я бегу первый километр, 2,45, это на 13,45, я бегу, и я не дышу, вот думаю, вот, попал, короче, к двушке, уже у меня что-то там поплыло, я еле-еле побежал 15 минут, хотя готовность была, ну, я думаю, где-то 14,30, реально, ну, вот, такой итог, это вот в отношении, как мне дышалось, но это опять, вперед тему, мы это рассмотрим в отношении дыхания и все остальное, вот, мы со смолом тонусом, в них нет мощи, внутренней силы, то есть они вроде легкие, тонус, скажем, а мощи нет и силенки нет, то есть малейшее ускорение показывает, что с напряжением, скорость пробегания, она падает, ну, там, 200 метров пробежал, и все силенок больше нет, спортсмен, вот, он чувствовал, у спортсмена бывает, не чувствует внутренний тяги, так называемый, но спортсменам термин знаком, действующим, они, вот, понимать, что изнутри, как бы, их вот, прямо, не можешь остановиться, например, вот это отсутствует, вот в таком состоянии, вот, после такой тренировки, нельзя давать высокоинтенсивную работу, это просто, вот, еще там, пять гвоздей, забил фрешков себе, на будущее, вот, все наши объективно-собъективные критерии оценки состояния говорят о том, что в данный момент мы исчерпали адаптационный резерв, и нам необходимо ее восполнить, ну, здесь уже просто, ну, здесь явная грубая ошибка, которая нас, вот, наше состояние, ну, на две недели сто процентов будет менять, и нам надо из этого, как бы, закараться. Таким образом, мы это в дальнейшем поговорим. Так, вот, что делать в таком состоянии? Ну, сразу, чтобы это не нравится. Для этого необходимость именить характер и интенсивность нагрузки, как правило, очень хорошим следствием для выхода из такого состояния является применение круговой тренировки, силового, прошел, прошел характер с небольшим числением, это, ну, 130 плюс-минус, в зависимости от того, насколько глубоко мы вот упали в эту яму. Вот, делаем тренировку круговую, и, как правило, через пару дней ЧССР поднимается, ЧССР поднимается до высокого уровня рабочего. То есть, мы подошли, я просто поясню, чтобы было понятно, мы подошли вот к пикному состоянию, ну, я всегда делаю так, вот там звонят, и говорю всем, все, вышел на то состояние, ну, каким-то образом мы ошиблись, никаким-то образом вышли, все, тренировка не делается, он тут делает, запланированная, убирается, делается круговая, и через два дня мы выходим в обычное состояние рабочего режима, пульс стучит, вес немножко прибавился, там уже дыхание начинается с ограничениями, то есть, правильная коррекция тренировки в этом состоянии, она вот дает через два дня, мы ничего, сильно не, как бы, не ошиблись, там, бывает ошибаются люди годами, бывает месяцами, бывает неделями, в данной ситуации, ну, день-два, там, ничего страшного не произошло, если это не накануне соревнований, неподробно, короткий вывод из всего вот сказанного такого, чем выше частота сердечного сокращения в работе, и тем больше дельта падения через минуту, но опять-таки, дельта падения, помните, я говорил, что надо измерять ее в стандартных условиях, я мерил вот таким образом, поэтому, если кто-то забудет, и делать будет измерение, там, в трусе, или при беге в гору, то картина будет нескольная, и вот эта ситуация оценки, она будет путана, и вы их просто запутаетесь, ну, как бы, в этой ситуации, как бы. Вот. Значит, тем больше, тем выше, чем больше, больше дельта, больше адапционный резерв, и можно смело, объемно, интенсивно тренироваться. Как только, в конце тренировочной работы падает, и дельта уменьшается, говорит о снижении адапционного резерва, необходимости оперативного института, но о чем мы говорили, я как-то, мысль заскакивает уже вперед, тут написано уже позже, но, так, вот, немножко говорил, вот данный материал готовился на основании фактов, фактов, спортсмены были разного уровня, в разных видах спорта, и в лыжах было, и в плавании было, и было, там, в биатлоне, и в триатлон, у меня один парнишка тренировался, вот, ну, и квалификация, там, была разная, вот, там, первый разряд я наблюдал, и до таких высоких, высокого уровня спортсмена, ну, соответственно, квалификация массовый катам, ну, и рейтинг достаточно высокий, ну, вот, что касается пульса, что я хотел, вот, так, коротко сказать, если какие-то вопросы, насколько важно в первой зоне интенсивности проводить тренировки, у меня просто дети, они как медленно, так, а что такое первая зона, вот, я задам вопрос, это очень мало, это почти пешком, они отказываются, они хотят носиться, их невозможно заставить, вот, насколько это важно, чтобы, ну, смотрите, где написано, что это очень нужно, там, для метахондрии, для жирового обмена, что у них в такой другой зоне, что, где написано, что ни одна другая зона, этого не дает, только вот самые низкие, ниже 120, не, ну, понимаете, детей, детей ниже 120 тяжело, они не смогут пробегать, у них выше пульс, вот у меня сейчас, у знакомого ездила девочка на сбор, вот она бежала кросс, из Словутска, обычный кросс, такой, ненапряженный, вот она очень способна, девчонка, он говорит, знаешь, что у нее сколько пульс случалось, 168, это при кроссовом беде, о чем это говорит, объяснять, или не надо, не сомневаюсь, 10, потому что у моей 220, что 220? ну, ну, просто дети, 15-16 лет, значит, они бежать за 200, что бежать, кросс за 200, где же вы бегите, кроссы, где же вы бегите, за голову, перед всем, когда же они шла, ну, понимаете, вот, вот мы, ну, в отдельную тему мы вторгаемся, да, в другую тему, это, дети вообще не знают, что с ними делать, как тот дядя, который бегает, 40 метров вместо 60-60, 50-50, это из-за 7. нет, вот понимаете, конечно, пульсовой режим 200, это такой экстремальный режим, и, конечно, надо сделать тренировку комбинированную, зачем их гнать, если он у него пульс, он пробежал, пешком, пусть проник с пешком, отдохнул, заменили пульс, остались дальше, ведь, что вы в данном случае на пульсовом режиме, допустим, проведет тренировку 130-140, что на 200, эффект, допустим, роста тренированности будет практически одинаково, но в данном случае вы в резерве залезли на 200, потом вам что на 300 надо давать, вот, и, соответственно, вы на 200, там, и лактат, окисление, риск получить травмы, и риск просто нанести ущерб для сердца, поверьте, в такой важный момент, поэтому, грабите тренировку, пусть они немножко, для велосипеда вообще, то есть мы едем, о, велосипед, это вообще все просто, мы едем, у нас все равно остановки, то есть перекрестки, еще что-то, мы не едем, ну, поверьте, у детей пульсовой режим такой, ну, это нельзя делать, ну, у них зверский пульс какой-то, то есть я тут спрашиваю, все, поехали. Ремешок может. Ну, вы не всегда делаете, в таком случае, велосипед. Пусть, вот эта велосипедная тренировка, пусть будет она развивающая, какой-то, грабительный тренировку, допустим, но нельзя же в эту гору, ну, что теперь, вот, допустим, это сверхспортсмены, которые применяют супердопинг, там, эпо, вот они залазят, вот как раз вот читал, я на секунду, допустим, там, высота вот такая над уровнем, еще два с половиной километра, они фигачат, но они себе засандали там пару уколов, которые результат там повышает там на два с половиной часа, на 10-15 минут, и фигачат полный рот. А здесь же дети, которые вот, вкусовый режим такой, но это, это очень опасно для здоровья, вы же отвечаете на здоровье людей. Это не понятно. Просто, ну, группа, группа, 6-8 человек, да, разные по уровню готовности, и бывает, что мы куда-то едем, и вот отставать нельзя, да, вы заранее исполнили тренировку. У меня тоже была, допустим, разнородная группа, я как делал, например, вот тренировка происходит, вот у меня один высокий класс, который бежит там, это самое, 28 минут, десятку, допустим, да, а второй бежит там 30 минут. Я и запускаю там, как бы, часть отрезка вместе, потом следующий отрезок, ты бежишь на 9 минут, ты бежишь на 10 минут, например, и после каждой, вот как правило, вот тренировка вся 8 километров в отрезку, 3 километра они сделали отрезку, каждую опрашиваю, подходит, пульсовые характеристики докладывают, там, как состояние у них, подыхалки, по ногам, там, ну, вот это все, делаю мини-опрос оперативно, и, соответственно, там этот не тянет, ты делаешь вот это, то есть я меняю тренировку, легко и просто, и это правильное решение. Но это отдельная тема для детского спорта, вот как бы отдельная тема, но то, что гарантированно не надо давать какие-то пульсовые режимы, это 100%, поверьте, ну, тут вообще даже не обсуждается. Это только спортсмены вот такой высочайшей квалификации при всех плюсовых моментах подготовки, там, в условии сбора, там, компания, медиков-форматористы подготовка, там, ну, там, все рассматривают по-разному, тогда, там, и то, там, например, исследования уже показали, Турк-де-Франс, там, масса, масса, как бы, это самое, негатива в плане здоровья, вот, вот этот дядочке, я им все равно, там, исследовал, там, уже там, и КГ меняется, и, ну, а это так, сейчас, в данный момент, а что будет через 10 лет, а что будет через 20 лет, ну, 100% будут проблемы какие-то, это же с бетоном, поэтому, вы как-то подумайте насчет тренировок, как их видоизменять, и каким образом построить, и, соответственно, у вас все спортсмены разного уровня, и, и каждому дать надо нагрузку, строго адекватную, групповые тренировки хорошо, да, но, если ты вовремя сдернул человека, например, да, некоторые против групповых тренировок, я за их, за них, вот, но, надо каждого опросить, или задачу поставить, вот, как только тебе станет, плоховато, да, скорость падает, не бежится, не тянет, что надо, достанавливаться, и все, я даже на соревнованиях установку даю, вот, всем без исключения, на любых соревнованиях, вплоть даже, вот, не знаю, там, чемпионат мира, говорю сразу, девчонка, если вы, там, бежите, там, ну, не бежится, в каким-то причинам мы не попали, ну, такого не было, ну, на всякий случай дарим, все, единственный правильный выход, взял и сошел, все, это правильное решение, результаты в таком состоянии, ты все равно не покажешь, я понимаю, на финише, олимпийский финал, 100 метров осталось, тебе надо упереться, ладно, там, ты напряг свои, там, какие-то, это самое, последние резервы, и на 100 метров, ты, там, грудь выиграл кого-то, или что-то, а если ты бежишь, там, в 10-м, 15-м, или, там, 6-м, ну, какая разница, 6-й или 10-й, ну, это же вообще ни о чем, но здоровье ты свое можешь загробить, это 100%. Как вы назначаете тренировки, какой у вас режим, согласно пульсометрии, или же все-таки у вас какой-то график существует, то есть они должны приходить, там, каждый день, или же все-таки по пульсометрии вы назначаете? Не, ну, это тема другая, это планированный тренировочный процесс, это мы сейчас пойдем туда, туда-то, и начнем вспоминать всех этих наших ведущих тренеров, кто какую методику изобрел, кто на чем, но давайте это вводим, мы просто сейчас, вот важный момент, мы не сможем рассмотреть, я потом могу ответить на этот вопрос в меру моей компетентности, но я считаю, что более важные вопросы, вот они присутствуют, и мы их еще, когда не приступали к этому, поэтому безобидно, но давайте мы перенесем эту ситуацию, вот, это вот вводная часть, пульсовая, чтобы вы понимали, она будет переклицаться с дальнейшими темами, как бы такими, они узкие, маленькие, но настолько важные, вот просто, вот вторая тематика, я бы хотел поговорить на оценку, методы оценки состояния, вот, опять же, вот это методы оценки, вот то, о чем мы с вами будем сейчас говорить, это вот чисто субъективный, ну, как бы субъективный характер, я не могу подтвердить, допустим, какими-то показателями, кроме пульсовых, исследований никакие не проводились, латтат не мерился, гемоглобин не мерился, и все остальное, там, 10-15 показателей, которые, там, кто-то пытается мерить, вот, это было только, вот, практический опыт, и результаты, и субъективные, как бы, критерии, или объективные, то, что это, насколько это важно, насколько это важно, но, думаю, объяснять не надо, мы не будем протереть, можете поверить на слово, или, там, где-то почитать, что это очень важно, в литературе, вот, я пытался найти, там, какую-то, такую, внятную, какую-то оценку, но ничего не нашел, какие-то, какие-то качки выскакивают, там, максимально, ты сделал столько, пожалуй, завтра столько, графики какие-то рисуются, но, поверьте, любой график, график, или планирует, но вы способны выполнить, допустим, на неделю, потом пойдет изменение, все будет не так, то есть, состояние будет не так, результаты будут не так, вот, сто процентов, если вы будете заведомо давать низкие нагрузки, результат, как бы, динамик результата, она будет, ну, не будет эффективной, да, все стараются давать максимальные нагрузки, как бы, ну, чтобы двигаться вперед, надо давать, и вот это планирование, планирование, оно, вот, ну, сто процентов уходит, вот, могу с кем угодно, на что угодно поспорить, сейчас пишем план, выполняйте, и вот критерии, вот, будут отличаться, там, или мы неправильно будем тренироваться, другой вариант, вы выполните то, что вы написали, но тренировка будет проведена, проведена неправильно, с точки зрения, ну, физиологии элементарной, и вот, состояние спортсмена, но, соответственно, результат. Так, значит, вот это мы, как бы, заострили внимание, перейдем мы, тогда, более, так сказать, детальные оценки, детальные оценки, которые я схематично пытался, значит, определили пять, пять шкал, оценки состояния, вот, начнем с самой высокой, вот, я ее оценил в пять баллов, там можно и какие-то подошкалы, там их разбитие, она же условная граница, там, пять баллов, может быть, четыре и восемь, четыре и девять, или четыре и девяносто пять, может быть, уже в минус пойдет, а может быть, четыре и шесть, поэтому, это все, как бы, интерпретация, и чуть-чуть, там, тренера, спортсмена, и все остальное, вот, первый оценок, это пиковое состояние, которое, высококвалифицированный спортсмен, достаточно часто, выходит, либо в тренировках, либо, там, кто удачен попадает, либо в соревнованиях, в соревнованиях, больше, конечно, в тренировках, в этом происходе, потому что, я, вот, знаком был со штангистами, там, такими, серьезными дядьками, там, вот, Аркадий Никитич Воробьев, в частности, я вот, знаете, сколько мировых рекордов, было в тренировках установлено, то есть, они, вот, пошла в руку, он начинает тянуть, рвать, там, все, соревнования наступают, он не добирает до своего результата, там, допустим, опять, о чем говорит, и погодка к соревнованиям, она просто тоже, она отсутствует, ну, ты же обязан в соревнованиях показать, слой, выше результат, ну, тогда грамотная, грамотная поставленная работа, иначе, это называется так, вот, мы тренируемся, попал, либо не попал, ну, в большей степени, у нас тренируется так, куда кривая вывезти, поверьте, я много тренеров видел, в самых различных дней, разговаривал, все такое, вот, они сами не могут объяснить причины, по какой причине, их ученик, сегодня пробежал, именно так показал результат, и повторить эту ситуацию дальше, ну, проблематично, без знаний, так, первая шкала, оценка 5 баллов, это пиковое состояние, когда все наши системы и органы находятся на высочайшем уровне, мы их подвели, начиная там, от суставного связочного аппарата, кончая и головой, вот, мы все натренировали, постарались их в пиковый режим вывести, в данный момент, или вывести, или так получилось, что вот вывелось оно само по себе. Вот здесь объективные критерии и субъективные. Объективные критерии в данной ситуации, то, что мы могли наблюдать, это скорость пробегания, выполнение упражнений, и пульсовые характеристики, но это объективно согласились, это помедленнее, это вот сто процентов. Вот, субъективные критерии, это вот, мы брали, брали в расчет, как бы, оценка состояния дыхания, оценка состояния мышечной системы. Вот, по дыханию, при выполнении упражнения дышится очень легко, практически без ограничений. Вот, мышцы в хорошем тонусе, при этом, не ощущается мощи, на полности, не ощущается. Ну, то есть, мы перед этим немножко говорили. Вы вспоминаете свое состояние, да? Пульс в конце интенсивного упражнения обычно ниже рабочего. Были у меня факты, ну, как пример спортивный. У человека, человек, который бежал с высокими тренировочными скоростями, пульс стучал 155 ударов. Я просто наблюдал такую картину. Тренер безумно радовался, вот, сказал, что, вот, проблемы будут на соревнованиях. Ну, соответственно, так и и. Так, пульс, вот, пульсовый, который я наблюдал, это 155-185. И, при всем при этом, то, что я говорю, по ногам, по мышцам, там, по скорости пробегания, это уже, как бы, состояние пиковое, которое, вот, что означает пиковое состояние. Так называемый наш условный адапционный резерв, он является, вот, величина его, ноль. Если резерва нет, логически, что надо делать? Его накопить, например, да? иначе мы любой интенсивным отрезком, мы можем это израсходовать просто-напросто. И это в процессе одной тренировки, может, один отрезок тренировочный, вот, резко поменять состояние. Ну, не как резко поменять. Вот есть физиологическая норма, когда тебе вроде бежится, дышится, там, тянется, вот, сделал отрезок, а следующий у тебя раз, и все, ножки уже не бегут, как бы, там, у них силенок нет, тяга пропала. Поверьте, такое наблюдается. Но это надо на пикное состояние выйти, и это очень такой важный момент. Вот. Соответственно, скорость восстановления пульса падает. Берем посторонних авторов, которые наблюдали лактат. Он, у них, кто с картом какой? Низкий. А? Не-не-не-не, он большой или низкий, или что? Низкий. А? Высокий. невысокий. Дело в том, что лактат, лактат. Если вот, почему я говорю, это упоминание, вы когда-то вырастите, будете тренировать, попадете в сборную, вам будут колоть пальцы, будут как Шипурина, там, крючков делает. Вот. И вы будете ориентироваться на этот показатель. Он считается таким информативным и достаточно объективным. Так вот, он до определенной величины лактата, до определенного момента, скорости пробегания или оценки состояния, он наблюдает линейную зависимость. Вот скорость пробегания такая, пульс такой и лактат такой. Но наступает момент, когда лактат низкий показатель имеет, а человек не бежит. То есть, у него, допустим, 4 милимоль, где-то считается там, пороговое, как говорят, пороговое значение лактата, да? И люди не понимают, в чем причина. И это вот, ну, как бы, нигде не описано. Вот только вот у одного автора, он наблюдал это. А что делать с этим? Ну, вот, там и написано, что делать с этим. Вот. Поэтому самым верным будет, самым верным, это вот скорость пробегания и оценка самого спортсмена. Поэтому вы его должны учить. А все остальное, поверьте, я видел вот факт еще в каком-то году, там уже, не помню, да, приехал спортсмен высокого уровня, там результат у него был, мировой рекорд был, беги на 2000 метров. вот пульс в работе никакой, то есть низкий, лактат вообще нет. Он имел результаты, это был юниор, результат он у него 5, 26 на 95. Это был мировой рекорд. На соревнованиях он, после этих показателей, на соревнованиях он пробежал 6 на 5. Это я говорю, чтобы вы понимали, вот эти вот показатели, отдельно вырванные, да, они вот, и вот эта оценка называется, они назвали лактата парадокс. Вот что с этим делать, ну, пока из них никто не знает. Так, вес спортсмена находится в пределах нижней нормы. Аппетит отличный. Это мы говорим о оценке нашей пятибалльной шкалу. Ну, что-то понятно? Ну, кто-то бывал, наверное, в этой ситуации, да. Вот эти критерии дыхания, легкое, и пульс межообычного, и какие же, у пикового состояния, и какие же критерии, у ретренированности, получается? но там, да, такие же, такие, но, там несколько деталей другие. Вот смотрите, ну, мы же, вот, вы вперед забегаете, мы ждать, или вы забудьте. Нет, ну, давайте, не вопрос, я объясню, о чем-то. Вот смотрите, скорость пробегания высокая, есть внутренняя тяга, то есть, человек бежит, показывает высокие результаты, да, вот у него пруху, так называемый, не знаю, многие это испытывают, вот летит с тебя, а когда ты входишь в зону отрицательной, как бы адаптации, да, то нет прухи, скорость пробегания падает, ты пробежал, ну, я же объяснял, вот, я как бежал, вот эту пятерку, 2,45, первый километр, не дышится легко, но потом все, попала скорость, и, соответственно, я уже там, на финише, я уже там пытался что-то показать, то есть, из себя давила, а надо было просто взять и сойти, это все скорость, ну, какое-то объяснение, получается, все, значит, добавлю, по внутренним ощущениям, можешь и хочешь быстро бежать, тебя просто несет, и, вероятно, в этот момент в организме высокая гормональная активность, ну, можете это запомнить, это состояние пикоспортивной формы, адаптация в данный момент равна нуля, повторяю все это, любая интенсивная тренировка в таком состоянии приведет к исчерпанию адаптационных резервов, вот, восстановление которых по времени будет зависеть от интенсивности приведенной нам тренировки, вот, мы выйдем в таком состоянии, сделаем, там, какую-то сумасшедшую работу, там, с высокими результатами, и мы выпадем, ну, две недели гарантируем, что мы, вот, две недели мы потеряем тренированность, а там другие уже проблемы возникнут, мы потеряем, мы и тратим гормональный фон, а другие за две недели системы растренируются, и у нас получится дисбаланс, да, эти уже растренировались, гормональный фон у нас восстановится через две недели, а те у нас утонули, и как здесь тренироваться, здесь уже другой вопрос возникает, Уже не нулю, уже минус, если мы пробежали, вопрос не в этом, вот, это самое, экстрасенс какой-то, вот, эта вот тематика у меня там, дальше впереди, вот, вы видите материал, который, да, 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 вот, мы к этому сейчас подойдем, это такой важный момент, вот, но это присутствует, вот, смотрите, здесь очень важно, вы видите, следующий момент, практика, когда спортсмен попадал на выше пик спортивной формы, и эта форма была реализована, вот, либо на соревнованиях, либо в виде высокоинтенсивной тренировки, вы по, ну, это, как бы, без тормозов, да, которая, то после этого наступало состояние исчерпания адапционных резервов, то есть, ни пик, ни пик, ни ноль, уже, ну, в минус пошли, а какой там минус, это зависит от того, насколько мы эту тренировку сделали, или на соревнованиях, в силу там обезбашенности, до поселения, пытались на первенстве района, показать какой-то результат, или занять какое-то место, ну, это же никому не нужно, это же никому не нужно, опустошение, состояние опустошенности наблюдается, ну, в среднем 10 дней, там, меньше, больше, вот, спортсмен в этот период не выполнял никакую интенсивную работу, это вот по факту, что было, например, и тем не менее, организм спортсмена не был способен полноценно выполнять тренировочные нагрузки, то есть, он отдыхает, да, вот если вы в обычном состоянии делаете работу, ну, день-то, завтра тяжело, после завтра смотришь, уже там, пошло-пошло, а здесь вот просто, вот, пустота сохраняется, вот, до двух недель, он, вроде как, росы бегает легко, и, здесь не происходит процесс восстановления всех систем, ну, наверное, здесь ключевая система, вот, не восстановленная, это гормональная, вот, я так думаю, вот, значит, соответственно, это подтверждается низкими скоростями выполнения тренировочного упражнения, и в целом, наоборот, сомнительных факторов, какие, нежелание бегать, там, ассоции аппетита пропадает, там, иногда плохой сон, замедленное восстановление по пульсовым показателям, вот, ну, и, естественно, скорость пробегания, я назвал, некоторые спортсмены пробыли в этом состоянии делать высокую интенсивную работу, ну, такие есть, зацикленные, план написан, давай, мы это поснимаем, в результате восстановления организма затягивается на более продолжительное время, здесь уже не 10 дней, и не 2 недели может быть, если ты в таком состоянии одну работу сделаешь, две, 100%, ну, как бы на сердце, там, ЭКГ поменяется, железо бетонное, вот, какие там последствия будут, там, в дальнейшем, ну, об этом можно только догадываться, здоровью и функциональным возможностям наносится такой, я считаю, что необратимый ущерб наносится, в зависимости от того, насколько у тебя, вот этот доминант бегать и покать до посинения, вот, зависит от этого, насколько ты подогрёшь свои возможности, вот, но то, что вот мы сейчас с вами обсуждали, вот, можно сделать вот такой, в состоянии, которое 5 баллов, можно стартовать только на важнейших стартах, очень важных стартах, вот, если стартанули, потом мы, как бы, из этой ситуации пытаемся, это самое, выбраться, второстепенные старты, я бы отменял бы, например, просто бы сказал, не бежать и всё, или там, не знаю, как ему называть, в форме круговой тренировки, старт подбежать, но, поверьте, это вот, проблема будет, в отношении управления дальнейшего момента, вот, тренировок в таком состоянии, нужно заменить, низкоинтенсивной, круговой тренировки, силовой направленности, плюсовые режимы, ну, наверное, 120-140, ну, вот, практика показывает, что, если мы вовремя определили пиковое состояние, сделали круговую в этом состоянии, через день-два, мы способны, мы вернулись в состояние накопления резерва, и способны выполнить тренировку уже какую-то импульсивную. Ну, вот, по этому состоянию, вот, комментарии, как бы, закончились, если, какой-то вопрос у кого-то есть, давайте, сейчас, перейдём к второй. Вопрос в том, что наиважнейшие соревнования, зачастую спортивен, длятся, они состоят не из одной дисциплины, не из одного старта, а серии стартов, например, какой чемпионат мира, как ты наступать, бежит несколько стартов, там, каждый день, или через день, как быть в такой ситуации? Ну, быть в такой ситуации, как? Один старт бежать, остальные не сливать. Да. Вот, понимаете, вот, соревнования, календарь, соревнования составляли абсолютно безграмотную листью, вот, ну, как можно пять стартов делать, на высоком уровне держать, пульс стучит, 180 ударов, и выше. Вот, человек, он, просто, ну, как бы физиологию в руки, кто-то брал из них, например, или испытывал, на этом старте. вот день стартуешь, например, да, завтра тебе там лучше, или так же хорошо, третий день, это же проблемы, постоянно. И как из них вылазить, например, да, вылезать из этих проблем, ну, это вот, как бы, тематика отдельная, но стопроцентно, третий, четвертый, пятый, восемнадцатый стат подряд, это уже насилие над организмом, в частности, над сердцем, и там, я не знаю, что, у некоторых там, из головой бывают проблемы, я наблюдал таких спортсменов, там, допустим, ну, плавно писал, ну, и давай, цифру эту, ночью вставали и бегали, до 600 километров, меньшиного объема, не хватало 10 километров, вот человек вставал вечером, ночью, и бежал, а у меня товарищ вставал в 4 утра, и выходил бегать, вот, ну, вот так он был, да что было, он способный парень, ну, он пробежал в своей, там, марафон, сколько он, 2,28 что ли, ну, у меня так, девчонки бегали, ну, а он был способен бежать достаточно высоко, и хорошо, ну, вот, результат, вот, так, переходим мы, к второму подразделу, это, оценка условная, 4 баланса, значит, по дыханию, дышится, в принципе, как бы нормально, ну, так, чуть-чуть свободно, с небольшими ограничениями, видней большой, тарасизменности, обычно, вот, действующие спортсмены, они вот, как бы чувствуют, вот здесь вот, бывает, ну, как вот здесь вот, их тормозит, и они, вот, ощущение дыхания, ну, правильно, здесь же легкие находятся, и ощущение, вот эти вот, как бы, они идут отсюда, и вот сюда, да, и они ощущают, что вот здесь, как-то, либо тяжело, либо легко, либо очень тяжело, либо там как-то срежит, вот, значит, мышцы в тонусе, но у них больше мощи и наполненности, это выражается в чем-то, в чувствии, в легком чувстве, излишней массы мощной, ну, как-то, спортсмены это чувствуют, вот оно есть, например, да, как бы, наполненности, и вот чувство такое, что они такие мощные, и как бы, в них энергия такая присутствует, скорость выполнения упражнений, или отрезков, например, вот, достаточно высокая, высокая для данного периода тренировки, и, ну, если мы возьмем две недели назад, она соразмерна, если мы бегали там по шесть минут на дружку, да, то и здесь бежим, там, 6,05, или 6,03, там, ну, плюс-минус около этого, вот, потому что можно уйти в режим скорости выполнения, допустим, вот 6,20, и тоже надо задуматься, почему мы так бежим, то есть, почему у нас-то, это какие-то уже проблемы, которые нам нормализируют, вот, пульс высокий, норма, вот, 180, мы оценили, как бы условно, или чуть больше рабочей нормы, определенной намерения, 180, через минуту падает на 40-70, ну, это не очень, опять-таки, не забывайте, как оценивать, вот, величина приведенного рабочего пульса, большинства спортсменов, большим стажем тренировок достигает примерно этих значений, хотя в практике есть более высокие, но это говорит о нереализованном запасе, если такие, таком помните, дядечку бегал в свое время, у вас саверн, у него такая заметка, наконец-то я вышел на необходимую высокую частоту пульса тренировки, и он указал где-то 220 ударов, то есть, это о чем-то говорит, у нас же вся страна 50 лет, и по сей день радуется, что вот низкий пульс, это все хорошо, но, к сожалению, это не так, на мой взгляд. Так, сбились мы немножко. Так, внутренние ощущения, можешь ли хочешь выполнять тренировочную работу, но чуть не дает тяжесть дыхания, это повторюсь, и не слишком большой мышечный тонус, то есть, в пиком состоянии, вот тебе все по волосам, там, не дышишь, бежишь как хочешь, частота, ритм, переключайся, здесь ограничения и по мышцам, и по дыхалочке, вот здоровье есть, а так вот максимально, идеально реализовать не можешь. Хорошо или это плохо, это мы потом скажем. Субъективное чувство восстановления происходит довольно быстро. Вот, кстати, коснусь момента, буквально секунду, вот, я всегда полагаюсь на спортсмена, на человека, да, вот говорю, некоторые говорят, сколько отдыхать? Дыхай, я не знаю, сколько отдыхать. Вот, честно говорю, потому что у каждого в разный период величина отдыха, она будет, либо такой, либо такой, она меняется. Я всегда говорю так, вот, ты пробежал, там, идешь ли шагом, легко трусишь, вот, ты сам, сам почувствуй, вот, ты готов внутренне, да, это самая верная бароника, там, масса показателей, которые дают сигнал себе мозгу, что ты готов бежать, и от клеток, и от мыслей, там, от всего, допустим, и от гормональной силы, да, вот ты восстановился, ты готов. Поэтому самое верное будет, это полагаться на спортсмена, готов ли ты бежать, но я не имею в виду, это самое, детей, которые садькуют, и все такое. Нет, это же серьезные люди, которые понимают, что в данный момент, это самое верное решение, в плане, когда начинать следующий отрезок, или сколько тебе отдохнуть. Так, в этом состоянии можно тренироваться, используя все необходимые методы тренировок, в том числе, а, и стартовать в менее значимых стартах. То есть, на высоких соревнованиях, ты, допустим, в менее значимых стартах, ты стартанул в таком состоянии, сто процентов старт, тебе через, там, три дня выбросить на пик, тебе это нужно, а у тебя накануне, допустим, предварительный старт, такой перенос колхоза, а потом ты попадаешь на чемпионат мира. И, соответственно, ты здесь стартанул, и тебя выбросило на пик, а тебе стартовать три раза. И что получается? Ты первую дистанцию пробежал, хорошо, сумасшедше хорошо, дальше что будет? Все? Все правильно. Поэтому, вот это вот, как бы, подводящий старт, как многие люди говорят, да нам надо подводиться, там с серией стартов, да надо, может быть надо, но надо оценить состояние, а может быть тебе, после этого уже и не надо бы подводящий старт эти используют, понимаете? так, а, да, вот, менее значимые старты, допустим, используют, и в этих соревнованиях рекомендуется проходить их на фоне бессильного снижения интернировающей нагрузки, ну, как бы, да, вот, допустим, на нагрузке, когда ты стартуешь, тебе, вот, на нагрузке говорит о том, что не все показатели твоего организма, да, находятся на пику движения, ты не способен, ну, как бы, выхлестнуться, да, чуть гормонов не хватает, у тебя есть мышцы уставшие, там, или дыхалочка, оно не даст тебе, вот, там, проявить себя максимально интенсивно и зарасходить последние какие-то вещи в организме, то есть, что-то будет тормозить тебя, и не даст тебе показать, как бы, это максимальный результат, что нам и требуется, то есть, соревнования надо проходить именно, вот, немножко в таком режиме, да, и, на второстепенные старты максимально точно подводку, ну, нежелательно, хотя, ну, все же хотят, вот, там, заболняк, надо пробежать, вот этот старт, вот этот, там, я говорю, ну, вот, что ты вот пробежишь, что тебе, 5 секунд сюда, и здесь сюда, что дает тебе старт этот, а все хотят, вот, тут бежать, тут бежать, но это ошибка, нельзя бежать, в пиковом состоянии, ну, понимаете, нельзя бежать. Вот, кстати, уверена была такая ситуация, когда он был только олимпийским чемпионом, по-моему, ни разу не был чемпионом мира, то есть, он воспринимал все другие старты, в ходе олимпийских, а знаете, почему он, знаете, почему он не был чемпионом мира, и почему он уходил в тему, знаете? Он объяснял это тем, что он не готовился к пику, да хватит, ну, к пику он готовился, смотрите, вот, это касается допинга, допинг бывает трех видов, психостимуляторы, наши психику задвинуть, у нас, у меня, например, там работа на 10%, у кого на 15%, или там 3-4-2%, вот, психушку мы дали, порог сдвигается, и мы стараемся, да, вот, нижегородов взял и упал, например, да, сил нету там, или еще так, так вот, допинг, анаболические стероиды, это мышечная система, гормоналка у тебя, вбрасываются гормоны, в кровь тебе посторонняя приходит, ну вот она, тяга, профа и все так, и средства доставки кислорода, эритрофоритин, повышение эритроцитов, это средства такие, либо своя кровь, либо искусственная, и по гормону такой есть, вот, вот и все, когда эти три фактора у тебя присутствуют, а Верон, я более чем уверен, он использовал и финны, и многие другие, и наши так пробовали делать, они просто тупо выливали кровь, тупо выливали, после этого, вот, представляете, у вас там сумасшедше работает, там это, да, а другие системы не готовы, к этому, и в результате удар после этого, и что делал Верон, там, ну, вероятно, иначе финские очень сильные, кстати, после этого наступает опустошение сумасшедшего характера, вот, удар по организму страшный, мог бы привести пример, вам, вот, много примеров мог привести, и спортсмен, даже, ему потом тяжело подойти, он делал грамотно, он уходил в тень, он отдыхал, он восстанавливался, и следующий цикл у него был, следующий олимпиано, а не то, что он, это, чемпионат мира не мог выиграть, не по это приседу, он просто грамотный, у него физиологи были, и грамотно он поступал в этом плане, поэтому он выиграл 2 золотых медали, и в Москве он был 3-дом, по данному, он даже 4-х, не, не, 4-х, 5-10, два раза подряд, два раза подряд, так адаптационный резерв в организме есть, это шкала 4, но немного, поэтому надо достаточно осторожно использовать высокоинтенсивный метод тренировки, какие вы знаете, то есть это соревнования ваши любимые, там, и все остальное, повторный метод, которые соревновательные, все остальное, вес в пределах нормы еще больше 0,5-1 килограмм, норма, если, допустим, у нас вышли на пик, у нас вот 70 килограмм, здесь немножко побольше, но он ощущается и чувствуется, вот, это что касается, в основном, все тренировочные, как бы, все тренировки высокополитивных спортсменов, они проходят только вот этой шкалы, ну, определенные нам 4 балла, то есть чуть ниже, чуть выше, там заболел, ниже ушел, вышел в состоянии, там, какой-то, получше, 4, там, с копейками, это получается, вот, это рабочие режимы, вот, переходим на шкале 3, ну, это, это шкала, либо ты заболел когда-то, либо там, по каким-то причинам, опустил тренировки или другие факторы, или неправильно использовал интенсивность, и ты вот находишься в зоне такой, которую вот сейчас я постараюсь определить, значит, дыхание со значительными ограничениями, то есть, там, паровозишь прилично, там, бежишь в воде, там, кросс, малейшая горка, и начинаешь дышать, вот, после интенсивного упражнения или отрезка, дыхание немного перекрывает груди, но перекрывает груди, значит, есть чем упрекать, запасность здесь присутствует, вот вообще, вообще, вот такая пословица там, у мертвого не болит, мертвое не потеет, например, вот, мы когда проводим тренировку, да, и мышцы болят внешне, внешне, это хорошо, там есть чему окисляться, есть чему закисляться, есть накопление, то есть болевые ощущения, то есть болевые ощущения, это такой, как фактор определения резервов, например, что здесь, что там, но не внутренние болевые, бывает, знаете, когда изначальный человек, и внутри у него же вообще ничего нет, вот тогда изнутри болевые ощущения, это уже там, на уровне разрушения, колечченных структур, там, ну, всякого-то, это уже там, не знаю, суперфизиолог, вот мышцы, в отношении мышечной системы, чуть-то неизвестирована, но у них гораздо больше мощи в виде внутренней на полности и внешней тяжести, то есть, больше это, как бы, вот такие, они, тумбоватые, тут вроде, вот такой вот, а ну, выживайте, понятно, что здесь у них, но это ко всем видам относится, принципу носливости, и не только выносливости, наверное, вот, пульс, конечно, стучит выше, рабочего 180 ударов, восстановление, в принципе, достаточно неплохое, но зависит от жесткости, если вы пробежали там, повторном режиме, как этот отрезок, конечно, через минуту будет вам трудно опуститься со 185, там, допустим, на 120, но это понятно, вот, далее, скорость выполнения упражнения или отрезка, она невысокая, ну, понятно, то есть, нам не дают мышцы, нам не дают дыхалка, мы немножко стренировались, так называемый, запас есть, но элементарная фаза разтренировки под тем или иным причинам, вот, 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 тренироваться в таком состоянии можешь, и спортсмен обычно хочет, то есть, ну, он изнутри чувствует, что вот, есть, есть, но ограничений, вот, не дают такого характера, но тормозить дыхание тяжелое, мощное и неразбегенное мышцы, вот, данные субъективные и объективные факты говорят о том, что организм в данный момент обладает достаточно большим адекционным резервом, и мы сможем смело повышать объем и интенсивность тренировки. Единственное, в чем надо быть аккуратным в данном режиме, при оценке данного состояния по этой шкале, это при использовании максимального быстрого упражнения четко дозируется степени кладом мышечных усилий. При несоблюдении этого правила можно получить травму. То есть, мы растеряли свою тренированность, ну, какой-то, ну, в нервном мышечном аппарате, там, допустим, да, и был кот, я ему говорю, давай там максимально настроился, там, в полную силу бежишь в какой-то отрезок. Ну, поверьте, порвать мышцу пять секунд. Вот у меня есть один такой спортсмен, триатлон. Я говорю, ну, не беги ты, не надо. Вот он рвется, в итоге разрыв задней поверхности месяца три уже. Ну, вот, чё тебе надо было? А вот он неугомонный, надо ему, вот, бежать с кем-то там в лужниках, там, прикидка, вот, в итоге вот такая ситуация. Поэтому в данной ситуации надо четко контролировать. А вот сердечисосудистую вот в этом состоянии не сломаешь. Там запас есть, можно там длинный кросс дать, там ему, а, душ принял, и всё, приемался через час, через два, сто процентов, уже готов, прям прыгать. А вот мышцу, допустим, повредить, что вверх, что низ, это вот достаточно легко. так, вот та же невеса, он вырастает на полтора-два килограмма, аппетит нормальный, но, вот еще такой момент тонкий, вот, мы накопили, так, 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 соответственно, что, кровь густая, насыщенная, питательных веществ много, поэтому после тренировки сначала хочется пить. Бывает так, что я тренировался, прямо пожать, просто как-то где-то и все. В данной ситуации густота крови, понятно, что надо разбавить ее, все было ощущение, будет так и нормально. Поэтому сначала хочется пить, вот, и это говорит о густоте крови. Обычно, вот это состояние, вот о чем мы сейчас и говорим, это хорошо для готовности и подводки к очень длинным дистанциям, вот, двадцати километров и выше, о чем мы, вот, там, 30 назад говорили. Ну, это вот коротко, как бы, по оценке вот этого состояния, оно, на начальных этапах, ну, вот, вы отдыхали, там, начали тренироваться, еще в январе, или когда-то, или там, получили, там, недели-две не бегали, накопили, там, ну, и, соответственно, вот такой процесс у вас присутствует. И поэтому рекомендации вот в этом плане. Ну, это не столь как бы существенно, но надо знать. Ну, я думаю, по этому пункту вопросов, в принципе, такие, все, которые не будут, правильно? Что, переходим дальше? Вот, оценка, вот, вот, вот что все записывается? Я говорю, есть материалы, пожалуйста, на электронке все будет у вас, давайте электронку, все будет сброшено. Читайте, завидуйте. А если пить хочется, то что пить? При нормальной подводке к соревнованиям, не есть, не пить, не должно хотеться. Если мы сделали, вот, вышли на такое, на такое состояние, что нам хочется пить и есть. Есть хочется, это труба. Пить хочется, тоже маленькая такая труба, потому что густая кровь не дает тебе правильно, быстро туда, заставлять, до клеток, назад, утилизировать все это дело. Вот, ну что я могу сказать, ну пейте, если хочется пить, конечно надо будет. В данном случае, густоту крови как разбавить? Берете вино, чуть-чуть, слабо, и все разбавляете, и здесь, ну шутка, шутка, вода, конечно, вода простое надо, потому что всякие насыщенные, любые напитки, которые насыщенные, они же насыщенные. Самый простой вариант разбавить, это вот, просто-напросто добавить. А можно вопрос? Да, конечно. Я не иду. Просто, ну если мы говорим, даже еще касательно марафона, то да, если, например, там кто-то бюджет за 2.30, безусловно, можно не есть, но если мы говорим, например, полу-аренмен или аренмен, это же невозможно не есть. Платят, я просыпаю. Знаете, вот эту тему не хотел бы вторгаться, в том плане, что как, эта область совсем другая, это люди с другой психикой, с другим настроем, я такой вот, не пытался даже влезать, и я аккуратно отношусь к данным мероприятиям. По какой причине? Вот я смотрел соревнования, но я часто ездил, часто, правда, мало ездил, раньше на все с нами. Вот московский международный марафон, у всех глаза горят, и горят глаза, знаете, кого? Людям, которым 50 лет, там, 55, вот они не реализованы, у них вот просто вот это все. Спортсмены, которые вот все, а эти бегут, стараются бежать до посинения, до хрипоты, кто-то хромает, кто-то там пешком идет. Но это же сумасшедший вред для организма, бежать вот с такими усилиями, в таком возрасте, ну, а если говорить, айрмэны, или как это? Айрмэны. Ну да, и суточная бега, ну, поверьте, это такое серьезное мероприятие, просто серьезное, это, я бы советовал здесь быть таким аккуратным и достаточно оптимистным, потому что, вот вы сейчас бегаете, допустим, да, там, стараетесь что-то там изобрести, показать какой-то лися результат, ну, зачем это надо? Ну, это же философский вопрос, потому что все-таки выходит из профессионального спорта, а я, например, любитель, и у любителей все-таки другие задачи, в любом случае. Вот задача, знаешь, какая задача, у всех должна стоять, в первую очередь у тренера, допустим, задача, да, какая-то стоит, вот вы тренируете спортсмена, да, первая задача, это не навредить здоровью, вот сейчас мы бегаем, пашем, там, кто-то водку пьет, например, старается, а через там 5-10 лет, ну, что, какие проблемы? Я просто факторов достаточно много знаю, но это тематика, там, дальше она присутствует, в каком-то виде, вот, мое мнение такое, вот эти все многодневки, суточные бега, там, кто-то трехсуточный, это все, но не надо этого делать, тем более в возрасте, ну, как-то надо оптимистично делать, ведь это супер нагрузка, как бы вы не бежали сутки, там, по корням, по болотам, или по шоссе, там, например, да, это супер нагрузка, и как ваше сердечко, там, насколько оно истощено, и насколько потом реакция будет такая негативная, но я думаю, что негативная реакция может быть 100%, поэтому, вот тут выбор делаешь сами, помереть на дорожке, или немножко помереть дальше. Конечно, на дорожке. Ну, пока нет, чуть-чуть. Не, я была на чемпионате мира по плаванию в Казани, и сидела вот так вот со спортсменками, которые уже за 60, за 55, и им задали вопрос, и она говорит, я буду плавать до самой смерти. Да, это здесь вот проблема, вот, надо просто здесь что-то сделать, чтобы это самое, ну, понятно, ну, я, конечно, так, в легкой форме говорю, но мои рекомендации вот такого форма, поверьте, но я просто, ну, массу народу знаю, как бы, да, вот с кем бегал, там все такое, но проблемы возникают у ребят, которые могли бы, вот спортсмены одаренные люди, само по себе, по здоровью, по задаткам, да, это же такая элита, это же такая элита нации, кинофон, вот, и когда вот бегают без системно, безграмотно, там, больные, там, все, но это такие проблемы потом, то есть люди, как бы, там, испытывают проблемы, жить в болезни, соответственно, там продолжить, и все остальное, но статистика, поверьте, она такая, не очень хорошая, так что, больше двух с половиной часов не надо бегать, или как? Марафон, марафон не надо бегать. Марафон что, безвреден, получается? Не, почему? Почему безвреден? Смотри, ты безвреден, просто измени. Вот смотрите, как провести это мероприятие, если ты бежишь, и тебе нормально, и тебе хорошо, и на финише ты, вот так вот можешь посмотреть, а если ты крепишь полудистанции, с 20-го километра начинаешь терпеть, например, да? Ну, а если после суток себя чувствуешь хорошо? А если после суток себя чувствуешь хорошо? Ну, если, я не знаю, там, героин принимать, или еще что-то, то, может быть, да. Нет, просто здесь половина, наверное, аудитории, те, кто бегает, московский марш-бросок, там, в дно-ти-бург, Ну, вот надо не обижать, что я так это... Нет, там, на носке не такие, блик сюда, правоносливость мы хотим. Посмотрите, но вот в этой области я туда не совался, не собираюсь соваться и давать какие-то такие вот жесткие рекомендации. Единственное, что я могу вам сказать, бегаете вы там трое суток, или пять, там, или сейчас. Вот, критерии должен быть один. Вот бежишь, бежишь, да? Вот ты чувствуешь, что ты не можешь бежать, да? Вот просто вот, бывает состояние, у тебя просто сил нет. и не хочешь, не можешь. Взял и сошел. Или у тебя мышца уже там, знаешь, крепатура там какая-то пойдет, что некоторые бегут, у него свело ногу, а он еще бежит там, пока там не разорвет все напрочь, или еще что-то такое. Это, потом это все проявится. Если можешь бежать, вот тяга есть, бывает, а кустани, ну, вроде тяжело, но бежишь, как будет. Селенки изнутри есть, ну, здесь менее опасные мероприятия, ты можешь как бы продолжать убежать. Но не надо никогда переходить на суперсверх какие-то усилия и давить из себя, что не давится. Природа нам оставила запас резерва, вот, но она оставила не для того, чтобы мы взяли себя и изнасиловали в каком-то мероприятии, да, и потом у нас получится какие-то проблемы, серьезные, поверьте, проблемы такие, могут возникнуть. Это сейчас вроде, да, вот бежим, но дальше-то посмотришь и скажешь, вот дурак, че я делал, например, да? Многие так говорят. А? Многие так говорят. Нет, а я слышала, не слышала, знаю, воочию, ученика, который тренировался у Владимира Куца, он до сих пор бегает, ему 85 лет. Кто тренировался? У Куца, у Владимира Куца тренировался. Так мы же не знаем, как он тренировался. Как Куца тренировался, мы знаем. Ну, и итог-то такой. Бегает и выглядит прям отлично. Да, понятно, но вопрос в том, я хотел поставить такой вопрос в конце, в самом, но сейчас в тему получается. Вот тут такое утверждение. Большой спорт убивает здоровье. Вот я считаю, что это неправильно. То есть, убивает здоровье неправильный тренировочный и соревновательный процесс. Я так понимаю, что вы поддерживаете. С этим спорить никто не будет. Ага. Я даже немножко более расширю. Вот смотрите. Вот, допустим, большой спорт. чтобы там, я не знаю, мое мнение такое, но у вас оно будет другим или темным. Вот спорт, большой спорт, как средство добиться какого-то выхода на какие-то социальные и другие, заработать денег, удачно выйти замуж, как-то попасть, реализовать себя в социальном статусе, да? Но это факт, факт, сто процентов. Есть, например, люди, которые тоже зарабатывают денег, шахтеры, но они сидят над землей, глотают пыль и там умирает сорок, ну, пятьдесят лет и еще болячек себе заработают. И когда альтернатива пойти так или иначе, конечно, я предпочитаю выбрать спорт, но делать это вот таким образом, как сейчас, о чем мы говорим, осознанно и все такое. потому что большой спорт это исследование не проводилось в принципе такого характера, но войти как в большой спорт, как ты вошел по динамике, нагрузок, так из него надо выходить. Поэтому, если ты раскачал сердце, левое желудочное, вот такое у тебя, а что происходит после того, как ты бросил на спорт? Все, пошли. Сначала капиллярчики у тебя закрываются, потом маленькие сосуды и все остальное. Если ты продолжаешь неправильный образ жизни вести, в итоге ситуация какая, высокое давление, тромба отрывается, все остальное. Ну, в общем, и может быть. Поэтому ты вошел как плавно, желательно плавно так и уходить. То есть, это как разведчик попал в эту струю, ты в систему. Так и здесь надо будет. То есть, плавно вошел, входил, плавно уходил. Иначе, проблема 100%. Резкое изменение активности оно не приведет к хорошему результату для здоровья. Но это мое не так. Так. Что все по этому замечал? Глобал. Глобал. Ну, глобал, ну, здесь такая, ну, она тоже, я так коротко пробегу. Дыхание тяжелое, мысль без тонуса, толстый, мощный, с большим внутренним наполнением, пульс, стучит очень высоко, от рабочей нормы до 190-200, и может быть и выше. Субъективное чувство восстановления затянуто, даже при небольшой интенсивной нагрузке. Вот. Скорость выполнения упражнений очень низкая, и не хочется выполнять интенсивную тренировку. После интенсивного упражнения не очень приятное ощущение подыхания в виде кома в груди, мышечное, это болевое ощущение, локальное мышечное. Адопционный реверс в данном случае состояние очень велик. Аппетит нормальный, тоже сначала хочется пить, вес больше нормы, на 2 кг и больше. В данный период тренировки можно проявить волю и правильную настойчивую сработку. Обычное состояние наблюдается после большого периода отдыха или болезни. Рекомендации по тренировке в данном случае достаточно простые. Плавно повышаем на объем и аккуратно обращаемся с интенсивным местом тренировки. В данном состоянии организм достаточно легко переводит мягкие нагрузки и риск получить только мышечную травму. Но это период вы бросили месяц, тот запил, например, будет как-то спасение, который готовит. Стартанут, потом это самое. Таким образом, неделю-две, или по каким-то причинам вы не тренировались, соответственно, у вас накопления будут большие, хорошие, сумасшедшие. Вам можно пойти канат потянуть, побороться, а бегать тяжеловато в таком состоянии. Поэтому надо понимать, какие средства и методы используют. Прыгать много, ну, понятно, нельзя там отмечить микроволокно поревать или еще что-то остальное, бегать, соответственно, большой объем какой-то там микро-эход 30-40 и еще что-то. Ну, понятно, не надо. То есть, плавно, аккуратно надо со всеми этими вещами обращаться. Вот. И, ну, вот, что могу сказать по этому. риск получить травму достаточно велик. Ну, по этой тематике это понятно, что, в принципе, вопросу не должно возникать. Вот, последняя оценочка, она связана с исчерпанием резерва такого, адекционного. Вот. И, я бы назвал формой, формой перегрузки или перетрененности. Потому что, граница между перегрузкой и перетрененности, она, там пишут так, вот это перетренировка, вот это перегрузка. Да кто обновлял? Когда ты расстановишься? Никто же не знает. Ну, наши физиологи написали, и вроде бы так. А по факту жизнь она по-другому бывает. И вы сами правильно оцените. Вот, давайте пробежимся. Ну, назовем это состояние перетренировки. Это состояние можно условно разделить на два вида. Первое. За счет неправильной чрезмерности поля объемных узконаправленных тренировок. Была такая метода периодизации, вот у нас, как раньше писали, зимой бегаем объемы большие, там много, тихо, потихонечку и фигачим. Но некоторые бегали до того состояния, что у них вот у салаграмма там изменения уже наступали. Вот он, надо ему бегать тысячи километров в месяц. Он в кедах бегает. Я встречал таких людей. Вот он бежит, он хромал 15 километров. Парень, борец сам, по виду борец, но не бегу. А вот ему внушили, что надо так тренироваться. И вот он фигачил. Пока у него ахилла не отвалилась напрочь просто. Вот. И таких и вот у меня один ориентировщик попался, позвонили. Ну, он такой, вроде бы там, уже мастер спорта даже повыше. Все. И вот он говорит, ну, проблемы там, все верно. Ну, давай, начали разбираться. А вот он пилит одно и то же. Объем, в кислородский ехал, кросс, завтра кросс, послезавтра. Что дает эта тренировка? Тренировка на одну систему. Ты вроде сильно не нагрузился, у тебя гормональная гормональная фона, у тебя вообще свежая, ты же не напрягаешь. Мышцы вроде напряжены, потому что, ну, как, все равно по горам возить. Дыхалка напряжена. И вот он бежит и бежит и пилит постоянно. Скорость пробегания не растет, состояние вот какой-то вообще вело текущее там это все. Ну, я созвонился, он мне позвонил, там, побеседовали полчасика, я ему рекомендацию дал. У него состояние там, через пару-тройку дней поменялось. Вот. Я говорю о чем, что многие вот так вот пытаются тренироваться таким образом, но это не совсем правильный подход. Потому что тренировать одно и то же, не трогая другое, нельзя. Ну, неправильно. Можно, но неправильно. Если вы хотите добиться результатов, то вы должны тренировать все системы и все там мучки моха и там большой палец наденоками. Все должны тренировать. Средства, методы, пожалуйста, подобрали. Только важны пропорции. Если на раннем этапе вы, допустим, но контрольно-соревновательный метод вот чуть-чуть его берете и в форме не то, чтобы вот ваша соревновательная дистанция, там, бед 30 минут. Вот. Так можно же использовать необязательно вот это, да, а просто пробежать, как в тестовом, ну, тысячи метров, например, с легким напряжением. Что это произойдет? Гормоналку тренируем, тренируем, мышцы проработаются, проработаются, внутренний толчок, как бы, даст для сердечно-сосудиста. ведь не побежишь без хорошо развитых мышц, вот смотрите на спортсмена, у легкоатлетов, там, на счетах, вот все они идеально развиты, мышечная система развита, даже верх, такой нормальный, такая, мышц присутствует, ну, за исключением единиц, там, негритосов, которые способны без этого. То есть нельзя односторонние тренировки проводить, хотите добиться результата, должно быть весь спектр, важные пропорции, вот сегодня вот это вот столько, дальше плавно, повышаем, повышаем, повышаем. Ну, по методу, вы сами разобреете, степень прижимности каждого метода, она написана в литературе, самый страшный и жесткий, это соревновательный метод, ну, это понятно, он наиболее эффективен, но самое эффективное средство, оно наиболее опасное. То есть у нас был один человек, умный дядька на лавке, вот он свой сын начал тренировать, а что нам бегать кроссы, и говорят, можно постоянно полторашку бегать и бегать, вот каждый день. Вот он брал там анализ мочи, вот пробежал сегодня полторашку, да еще мало того, он за мотоцикл мерил, то есть как лидер, он ему, короче, загнал ее до посинения, он результат сдвинул, у нее кровь пошла там, ну, как бы отовсюду, вот, и, соответственно, проблем, это, вот, я говорю, крайний пример использования острейших средств интенсивности тренировок, такого делать нельзя. Так, вот, спортсмен или тренер-старь, задача особо не стало, выполнить темные нагрузки, при этом необходимо абсолютно игнорируя физиологические законы работы организма, не принимая внимания или инвентарные места для контроля, будь то пульс, скорость выполнения упражнений, переоценка состояния по субъективным критериям. Ну, не бежится, ну, куда ты бежишь уже. Или у тебя вот, уже заболела, там, где-то вот, надплостница, там, вот, все, завтра порвется, ну, что делать в этом плане. Ну, все, сбросил, завтра передохнул, там, сходил в баню, там, массаж сделал, все, ну, дальше-то, ну, все, разрыв мышцы и, там, дай бог еще что-то будет серьезное. Ну, это же понятно и ясно. Ну, хотя, многие не очень, как бы, это ситуацию не гоняет. Так, ну, результат понятно, что в данной ситуации, если мы идем по, вот, одному узконаправленному методу, мы не достигаем результатов, вот, и проблем мы можем словить, вот, какого-то вот, для организма, ну, сто процентов. Какие они будут, ну, даже ЭКГ у людей, это самое, начинала, шкалить так, что, ой-ой-ой. Вот, вопрос, как это определить, не допустить? Ну, это простая ситуация. Рекомендация. Контроль за пульсом, в работе и на скорости и восстановление через минуту. Наличие аппетита. Аппетит – это комплексный барометр, вот, анализы состояния, да, нет аппетита, сразу подумай, в чем проблема. Либо ты перегрузился, там, локально или хронически, да, либо заболел, что более страшное. Вот это стопроцентная вот ситуация, когда вот аппетит надо всегда, как бы, чувствовать. может быть, может быть, это не может не быть сразу после тренировки. Хорошо, я бы сказал, локально, локально, я же сказал локально, механически, что означает локально. После тренировки, да, если насыщенный организм, хочется пить вначале, действительно, густоту, раз, ну, ты попил, прошло час-два, там, например, да, и тебе вот, все хочется, это нормальная, реакция организма. А если тебе не хочется есть через два часа, через полдня, там, на следующий день, уже какая-то проблема, заморочка в организме, это сто процентов. Ну, какая-то, там, надо уже разбираться, либо ты перегрузился, либо ты заболелся. Так, контроль за ортопробой. Вот говорили пульс утром, но я считаю, что более информативная это ортопроба. То есть, пульс помедленный, лежа, встали, организм сразу, как бы, получать легкую степень нагрузки. И разница в автопробе, какая-нибудь нормальная, вот как я наблюдал, у кого-то, да, но это 10-20. Вот, у некоторых бывает 5, но это уже там, сопер-тренировались, что-то такое. Вот, если разница больше, я наблюдал их больше, у меня один зон, товарищ, вот у него большая разница. Но, это, исключение из правил. Если разница больше, ну, надо вот смотреть, либо вы перегрузились, либо вы в состоянии болезни. И организм уже, как бы, быстро реагирует неадекватным пульсом, вот. Переход в состояние строя, это легкая нагрузка. И, соответственно, он им очень реактивно, как бы, реагирует. То есть, сразу надо задуматься, что там происходит. А вот, пробу в любой момент дня можно делать, только утром, а потом проснулся. Как хотите, так и что попробуйте. Я просто читала, что ты проснулся, еще не встаешь, померишь, ложе, потом встаешь, меришь, вот только утром, нет? Да нет, попробуйте сделать его обеды. Я делал его обеды, вот у меня стандартная, попробуй 10 разница, ну, как бы так. Вот спортсмены сидели, так же, достаточно, такие высотки тоже, у нее десяточка, где-то вот такая. Вот если больше, тут уже надо задуматься, что там, в какой причине она. Вот. Четвертый пункт, который относится вот к стадию вот к нашему бегуществу, ну, вот к этому стадию, разобраться в элементарном чувстве, работается или не работает. Вот же просто, спросил, там, тебе бежится, как бежится, тянется, движется, значит, дай ему нагрузку, пусть бежит. допустим, если ноги нормальные, и все, ради бога. А если он не может уже бежать, например, да, вот так, просто вот, спросил он, ну, не может бежать, пульс замерил, там, высокий, скорость, низкий, ну, что делать в этом ситуации? Все, бросил в это тренировочное упражнение и смотришь уже, может быть, через 10 минут или через 5 это поменяется. Но это уже построение микроцикла, это дальнейшая тема, просто сейчас уйдем туда и забудем, нормы проекта. если спортсмен долгое время не может и не хочет работать, то необходимо срочно разобраться с ситуацией и провести элементарный анализ. При этом обратить внимание на скорость выполнения упражнения. обычно она падает, она в таком состоянии и на вес. Иногда он приходит за пределы нижней нормы. Но бывают люди бегают, не поел, не попил, но надо бежать, и он бежит. Вот я тоже так бегал, но у меня задача вроде веса стоять, я добегусь до того, что я бегу по 4 минуты кросс на пульсе 120 ударов, это очень низкий пульс, а бежать не могу. Что произошло? Элементарное накопление в организме элементарных питательных веществ, в данной срочной ситуации, его просто не было. взял, поел два раза в обед, и вечером у меня все было хорошо. Поэтому это вопрос специальный. Вот второй вариант перетренировки, сейчас мы переходим к следующему разделу, это вариант, когда спортсмен находился на пике спортивной турнии, что мы первая шкала, это пятибалльная оценка, и продолжал выполнять высокоинтенсивные упражнения. А потом в результате этого исчерпал адаптационный резерв, и при его отсутствии продолжал выполнять высокоинтенсивные тренировки. Вот это, к сожалению, присутствует и у высокого спортсменного и тренера в достаточно высокой квалификации. Это я наблюдал, к примеру могу привести такое достаточно большое количество, но это самый такой негативный момент. Условные признаки такого состояния мы описали выше. На низких коростях, в данном случае прибега, например, говорю прибеги, или лыжи, плавания, любой вид выносливости. На низких скоростях вроде бы дышится нормально, на высоких скоростях уже начинаешь себя тянуть, и тяжесть появляется, а результаты пробегания никакие, и субъективно ощущение, что просто не можешь бежать. Мышцы не хотят работать, у них нет тонуса и мощи часто так называемые пустые. Но это особое явление в спорте, оно как испытывали многие объяснить. я еще не встречал людей, которые это могут пояснить. И как из этого выйти? Или вот может быть кто-то из вас с этим может пояснить? Нет, ну серьезно, практика спорта была? термин. Перестать термин. Нет, 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 термин, термин, вот пустые ноги. Как он возникает? Ноги, мышцы, уплотцов, ну вот пустота в организме. Вот такой испытывал выход из этого как? Ну восстановление восстановления. Мозативное восстановление. Нет, нет, как выйти из этого состояния? Вы в практике использовали? Процессивно? Нет. Я начинала бедать. Все понятно. Все, потом перейдем в эту тему отдельно. Я говорю важнейшая тема отдельная. Метод решения у меня есть, как это делать, как это все поменять и все это есть. Да. Пусть при выполнении упражнений вот этого состояния второй перетране невысокий некоторые там другая формулировка происходит, но вот у меня такая. Пульс при выполнении упражнения невысокий, восстановление через минуту падает на 30-40 кг. То есть это достаточно мало. Интенсивно и быстро работать не можешь и не хочешь. А если пробуешь делать через волю, то скорость быстро падает и мутинь работать вообще. Чувство такое, что в организме нет силы. Адопционный резерв спортсмен в таком станет полностью исчерпан, его просто нет и ты какие-то я не знаю откуда черпается пытающие вычеркать, но в любом случае это не получится. Правильная физиологическая реакция на тренировку в зависимости от ее интенсивности напрочь отсутствует. То есть правильная реакция такая. Вот мы сегодня сделали тренировку работу, завтра восстановительное мероприятие и нам через день, через два у нас где-то немножко на какое-то более высокое состояние выходим по скорости пробегания по всему здесь сто процентов наоборот сделал на 10 дней себя похоронил а может на 12 а если еще раз сделал ну там уже там люди до полугода попадают в состояние небегучести и не понимают что делать как выходить и продолжать тренироваться в таком состоянии я бы категорически не рекомендовал проблемы сердечно-сосудистых характеристых и как следствие психологическое вот у меня было вот сейчас один спортсмен ну такой достаточно высокого класса но уши конечно у него просто напрочь значит он в состоянии болезни там пробежал тренировался и что что происходит в этот момент ладно следующая тема вот она есть я просто сейчас не хочу терять время и как бы мешать чем хочется второй вариант тренировок перетренировки особенно актуальность по сменам высокой квалификации которые используют весь спектр средств и методов то есть они весь организм на пик выводят и соответственно вот все силы сфокусированы так и если из этого состояния перейти в состояние перетеренированности поставлять все системы мы обрушили и когда ты соберешь опять в кучу как бы ну там около пик но это вопрос такой достаточно сложный и как из этого выходить правильно но это отдельно тематчиков для разговора и как определить что вышел ты или не вышел это тоже достаточно там вопрос не ну хочу задать вопрос в некоторых случаях восстановительные кроссы не надо делать в состоянии когда бывают не надо делать восстановительные кроссы это мы говорим об этом состоянии восстановительные кроссы делается тогда когда нормальная физиологическая реакция когда ты не перешагнул границу адаптации например вот а так даже любое вот в этом стадии любое интенсивное упражнение вот чем выше тем больше проблемы возникнут в состоянии и ты больше себя загоняешь в яму поэтому кросс восстановительный ну побежишь на пульсе 130 ударов ночь тоже нагрузка а у тебя адаптации уже нет ты уже залез в состоянии такой отрицательной просто физиологической как бы ситуации да и что это тоже нагрузка тоже нагрузки ты еще себе днем на два загонишь в яму ну вот но не две недели это что касается состояния но это все воды как бы субъективизм но я вам советую все-таки покопаться в этом и обратить внимание потому что все остальные как бы подходы тренировки тренировки они носят такой характер вот мы пашем мы тренируем а попал не попал это уже другой вопрос мы даже не знаем попал ты как завтра попасть тоже не знаю я таких с тренером встречал ну фамилии известнейшие люди и на олимпиады ездили вот он допустим говорит да не знаю что случилось да не знаю начинаю опрашивать ну я-то понимаю там нашел спросил ситуация простая за четыре дня там супер работа около пика и что после этого а там через четыре дня ответственность соответственно результат допустим там ну на пятерке где-то так скажу ну секунд на 40 хуже если например учесть там в ориентировании до 50 минут да ну я думаю там 5 до 10 минут будет результат 100% хуже от того что могло показать спортсмен поэтому вот этот вот этот раздел достаточно важный поверьте он такой звучит непонятно он звучит с точки зрения субъективизма если сейчас начни с кем разговаривать то вообще не в тематике они тебя просто так будут смотреть как-то я встречал таких разговарив с людьми просто как бы люди вне темы они все бегали никогда не не анализировали свое состояние их этому не учили у нас ни в одном учебнике не написано написано сегодня сделать столько завтра столько а почему сделать надо столько и объяснить например с точки зрения элементарных критериев которые нам подвластны может быть допустим возьмем мы 10 физиологов и еще биохимиков они будут за нами за нашими спортсменами за тренером ходить толпой и они может быть что-то определяют но я не уверен что они правильно определяют потому что в организме показатели такое бесчисленное количество допустим но они замерят 10-5 я говорю то что знаю у меня товарищ работает с параолимпийской сборной ну и там возит чемоданчик для определения все тебе удобно говорю у тебя 20 спортсменов ты с этим чемоданом вот ты зашел на одного сколько подрешивания ну 10 минут а у тебя 20 и сколько что у них тренировок сегодня а ты идешь определять состояние ну это определяет определяет и может быть определяет но это наверное не очень удобно я говорю к чему вашим оружием еще на долгое время наверное будет что как у меня секундомер ну и голова все и поэтому вам ну наверное далеко и многим другим тренером далеко до вот этого подпитки как куричков дома допустим с шипуриным взял тренер по биатлону и по стрельбе там один тренер функциональной подготовки он я не знаю там он какой-то физиолог или биолог не знаю кто ну нам до такого луны поэтому вот это о чем мы сейчас говорили я советую вам просто напасть как-то в них попробовать изучить ну и сто процентов это будет позитив в плане в плане ваших вашей работы тренировочной все остальное ну вот это вот второй раздел если вы не устали можно еще разочек спросить ну конечно чем больше чем меньше я сейчас объединил два своих вопроса которые сначала были вроде как не своевременные вот мы берем тот случай когда вы дали спортсмену три раза по 200 по 2000 и просили это сделать с одинаковым усилием означает ли это что в какой-то ну определенный одинаковый момент этой дистанции или даже можно сказать много моментов у него будет определенному пульсу соответствовать определенная частота дыхания и определенные энергозатраты его работы во всех трех случаях понял другая у меня такой вот эта тема я советую вам в этом не улыбка вам практически но как бы мне не пригодился сколько времени вот частота дыхания это процесс производства и нам искусственно каких-то таких супер исследований я не видел это дыхание касается допустим техники энергозатрат ну как мы измерим и посмотрим энергозатраты когда мы посмотрим постфактум выполним это упражнение или до того критерием энергозатрат будет ли показатель курса и показатель дыхания да в моей практике я могу железобетонного гарантировать железобетонного гарантируйте если я спортсмена научил есть у меня такие спортсмены которые научены то что мы говорим они уже это знают они там забыли все равно звонят вот так так вот так и что касается физическое состояние но попадание железобетонное в хорошее состояние я не говорю что супер пиковое а вот так попадание в хорошее состояние железобетонное как минимум две дистанции бегут пробегается хорошо это я могу гарантировать сто процентов вопрос еще актуален для ориентирования Тем, что если брать какие-то гонки, примерно одинаковые условия бега, плавания, вело и так далее, одинаковые условия, в ориентировании условия колоссально разные, очень быстро меняется мягкость грунта, проходимость, бег в горку и так далее. Вот я, например, считаю, что критерием правильного бега будет одинаковое дыхание в разных этих условиях. Такого не будет. А что тогда будет? А будет так. Вот, допустим, мои девчонки бегут, и они мне выдают максимальный пульс, ну, с мониторчиком и средний пульс. Ну, как в горку, вот какое дыхание в горку, да оно собьется 100%, ну, это железобетонное. Вот она бежит по равнине, например, пусть через корень, через траву, все, но в горку, в горку, ну, 100%, вот сила тяготения, как бы, и все, вот, конечно, частота дыхания будет увеличена. А вы, знаете, в ориентировании есть один очень такое интересное утверждение, что если ты в гору, ну, так, грубо, со всей дурой бежал, то потом тебе молочная кислота в мозге, и ты уже ориентироваться не можешь. Вот поэтому я говорю, в горку надо забегать на том же пульсе, что ты и бежал, ну, по равнине, ну, условно. Да нет, я с этим не спорю. Но вы, спортсмен, попробуйте. Вот он бежал, 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 и вдруг у него там, это, какая-то Сабина там впереди держит или сзади. Ну, что она будет делать? Она будет пытаться ее догнать. Конечно, правильная раскладка, правильно, это отдельная тема для разговора. Вот есть там у меня разделчик, допустим, да, так называемая разминка перед соревнованием. Вот вопрос, какая задача вы ставите перед своими спортсменами или перед собой, давая разминку перед тренировкой или перед соревнованием? И как это делается? Ну, вот вдруг, в двух фразах, афетика? Работаться надо, побегать. Работать, побегать. Работать, побегать. Так, зачем побегать? Чтобы при всем мышцах тонусы. Хорошо, дальше, дальше еще какие задачи решаются? Пульс приобретен, ну, пульс подняется. А может, не надо ее поднимать? А как же, а у нас старт, я сразу быстро начинаю бежать. И что? И что? А откуда вы знаете, что надо поднимать или не надо? Я что-то не уверен, что надо или не надо. Но вы уже назвали. Но у нас рабочие, рабочие, 180 плюс. Да я понял. Ладно, давайте я успококу мы... Так, принцип облодки отводим. Ну вот, разминка. Она короткая тематика, но она достаточно важная, полегче. Это фактор для длинных дистанций и для всего остального достаточно такой, серьезный фактор. Вот поэтому я набросал тут короткие тезисные вещи. Вот, как проводится разминка, как ее надо делать и какие задачи надо постараться решить спортсмену на разминке. Значит так, стандартная разминка состоит из трех частей. Ну, это в литературе описано, но я коротко пробегу. Бег, пробег 15 минут в легком итоге. Задача разорвать организм, если возможно, попытаться оценить свое физическое задание. Это первая часть разминки. Да, со своими. В соревнованиях это важно для правильного раскладки, проходения дистанции и выбора тактики бега. Вторая часть, общеразвивающая. Назначение. Привести в необходимую готовность суставного связочного аппарата, ориентировщиков этого человека. Вот так. Вот. Стандартная, которая прямо или косвенно работает, влияет на работу мышечной системы, которая примерно наполовину определяет успех в этом виде. Третья часть. Ускорение. Ну, как правило, это 60-100 метров. Там, пять раз, семь раз, три раза. Вот. Это специализированная часть разминки, которая позволит более точно определить состояние и привести в лучшую готовность те ключевые системы организма, которые участвуют в процессе. То есть, ускоряясь, там, у тебя мелкие связочки включились, мелкие мышцы включились, запустим, ну, как-то проработались, и они уже более готовы будут к работе. Так. Еще важный момент. Определить уровень адапционного резерва и на основании этого сделать правильную раскладку силы на дистанции. И если это тренировка, правильно, вот ты вышел на разминку, делаешь, вот тебе понеслось, ну, что делать? Исходя из этого, делать ничего не надо. Перешел на другую форму тренировки, какую-то менее интенсивную, желательно с какими-то нестандартными упражнениями, ну, какие вот, пожалуйста, они там проведены, там, форму круговой тренировки, пожалуйста, делай. Вот. И все у тебя будет хорошо и ровно, и ты не упадешь в какую-то зону. Варианты состояния в разминке и выбор на решение. Как бежать дистанцию? Вариант А. Созвучно с пульсовыми и с оценкой состояния. Потому что, ну, это не разрывается, верно. По дыханию работается отлично, до ограничения по пульсу чуть ниже рабочей нормы, на 5-10-2. Восстановление субъективно на отлично. Пульс дельта 50-60 может быть чуть больше. Мышцы легкие, вялые, как бы заторможенные. Но это пиковое состояние. Вот. Наблюдается тонус. При этом особой мощи не чувствуется. Мышцы переключаются легко внутренне приличные тяги. По этим критериям это состояние можно определить как пик или близкий к пику спортивной формы с практически на любой индукционный резерв. Что делать в данной ситуации? В незначительных соревнованиях, если нужно стартовать, то надо пробежать с наименьшими усилениями. Если это тренировка, то ее ни в коем случае не следует проводить интенсивно. А лучше, с самой слабой интенсивности, в форме и нестандартных упражнений. О чем я говорил. Ну, там на любую форму пришли и делали. Вариант Б. Это, ну, соответствует нашей четверочке, которая в шкале, да? Вот. Подыхание легко с ограничением в виде небольшой тягости. Пульс норма, дельта 50-60, то есть через минуту падения. У некоторых может быть и выше. Мышцы тонуси с хорошей мощью и наполнением. Внутрь не тянет работать. Как необходимо поступить в данную ситуацию? Тренировку проводим достаточно интенсивно, но желательно без максимальных упражнений в продолжительности от 2 минут и выше. Вот у нас 15 минут назад была встака. Когда я пытаюсь дать 600 метров или там поменьше. Кто-то вот, заботу, задал вопрос, и мы что-то разбирали в эту ситуацию. Вот. То есть, это разминка. Нам надо понять, что делать. Если это соревнование, например, да? Или тренировка. Вот. Соревнования проводим. Вот степени значимости и поставили на задачу. То есть, если не значимы мы с вами, ну, чего упираться-то? Ну, будешь ты первым, покажешь результат так, так. Ну, завтра тебя забудут, и все. И эти соревнования сам проводишь. А у тебя через 2 недели какой-то ответственный статус. Ты свое состояние дестабилизируешь, и как ты его восстановишь в нормальном уровне, да? Вопрос такой большой, достаточный. Вот. Если соревнования не очень важны, не стоит попусту распорядить накопленное, накопленное. Или стараться показать высокий результат. Ну, третий вариант, это вариант где-то вот на 3,5, там, допустим. Ну, это в разминке, я поговорю про разминку, чтобы вы определили. Дыхание с основательной тяжестью, пульс норма или выше, дельта 60 или выше. Мышцы тяжелые, мощные, во всем организмом дается небольшое чувство растренировки, присутствует немного лишний вес, внутренне тянет работать, но тяжесть дыхания и мышцы не дают это сделать на привычных скоростях, которые мы показывали недавно. В данный момент можно и нужно смело работать, при этом желательно, вариативно построить тренировку. Это в тренировке. Это значительно легче переносится и правильно с точки зрения физиологии. Ну, соревнованиях можно покрепить и потерпеть, ничего страшного не произойдет. Единственное, что мышцы будут напрягаться сильно. Если ты на финише будешь там выдавать пукарачи, стараться обыграть какого-то Васю Попкина и бороться за 5-6 место, то лучше это не надо. Ее спустя он будет в 5-м, а ты в 6-м. А через неделю ты уже будешь там 2-м, а он будет в 8-м. Ну, в моем мнении, никакое. Так, вот, поэтому, сейчас я немножко добегу до конца. Значит, вот задача разминки, она важная такая задача. Помимо всего прочего, там физиологически, каких-то коротких моментов, которые мы там разогреться, там провести, там это, пятое, десятое. Но важно еще, она для чего еще дается. Вот ты вышел, пришел, да, вот ты тренер или ты без тренера, там, сам. Вот, и ты должен понимать, вот, определить данное состояние на данный момент, вот, на данный момент, данный день. Потому что ты мог ошибиться вчера, там, по тренировке, на кроссе мог пробежать, как-то ошибиться, не оценить. А вот у тебя ключевая тренировка, ну, вот, тренировка или соревнования, и ты должен понять, вот, где ты находишься, там, ну, по шкале оценки, в таком состоянии. И, исходя из этого, выбрать решение, там, бежать так или иначе. Потому что масса второстепенных соревнований, можно, как бы, пробежать, допустим, 20, очень быстро, накануне, или тренировки сделать неправильно. Поэтому задача, вот, приучить спортсменов и самим приучиться, вот, анализировать на элементарной разминке, на тренировке и носить коррективы. Вот. То есть принцип такой, чем легче бежится, тем меньше надо вкладывать усилия, в тренировку, или в какой-то отрезке. Но это такой, настолько важный момент, что попробуйте, когда вот это все, ну, вы поймете, что, допустим, если ошибиться, даже в выборе последнего отрезка, ну, на подводке, при подводке соревнований, то ошибка в отрезке, например, ну, на 600 метров, ой, вернее, пробегание, ну, на 3 секунды быстрее, ну, 5 секунд даст на 800 метров, или на 1000. То есть это аховый результат. У меня был такой случай, спортсмен у меня там бежал, я ему дал 600 метров, вот, ну, как бы, а он там пробежал, пробежал 1,20. Да, 20, ну, это вот в конце тренировки, последний отрезок, но я скажу, что это результаты из 1,50 где-то, на соревнованиях. А он пробежал, там, 1,53. Вот этот вот кусок, последний, быстрый, если бы он пробежал быстро, и он бы немножко пыхтел бы, да, допустим, и там пульс стучал, и все. То, да, на соревнованиях я бы немножко выбросил вверх. А в данном случае данный отрезок, и его просто-напросто, он был в около пиковом состоянии, соответственно, он упал вниз. У меньших соревнований? Да, у меньших, и все, он это самое. Казал. Это вот, что касается разминки. Помоги бы, ответить на вопрос, что там, как вы понимаете, силовой бег? Силовой бег? Да, у нас очень часто применяют это в терминологии. Силовой бег, ориентирование. А где это, где это? Стояевич. Я что-то не читал. Нет, это ритерочки, а не применяют. Да, силовой бег, я хочу понять, с чем отвечает. Я вообще не понимаю, что такой силовой век, но я попытаюсь как бы такую небольшую вводную сделать, это вот там короткой тематике касается, например, да, вот тренировочная программа у нас состоит из основных средств и вспомогателей, да, основные средства, это весь спектр беговых упражнений, там, от и до, и вспомогательные, я считаю, очень важный момент, вот вспомогательные упражнения, это прыжковые, УКП наверх, например, там какие-то спецбеговые, вот, для чего, их нужно делать сто процентов, для чего нужно делать, в ориентировании это вот, чем патчи делать, вот, ну, беговой имеется, ногами, да, вот, когда я посмотрел это соревнование первый раз, как они там прыгают, у меня просто вот страшно было, вот, поэтому низ, суставно-связочный аппарат должен быть развит безупречно, как это достигается, спецбеговые, прыжковые упражнения, на разничный характер, он, спектр широкий, пожалуйста, смотрите, как делается, применяется, вопросов нет, но то, что это надо делать, это железо-бетонно, там, поставив ногу при подъеме и корне каком-то, да, вот так вот, да, вот, представляете, как он натяжение, там, вот, у нее связки пойдет, там, она может разорваться, порваться, там, или, там, болевые ощущения, там, творить, поэтому спектр упражнения бесполезно, вот, как некоторые посмотри, допустим, делать, не делать, надо делать, упражнение масса, там, допустим, ну, вот, самые, ну, простые, элементарные, там, ходьба на внешней стороне, там, у нас ручки, на пяточки, на внутренней, допустим, в день, ради бога, спецбеговые упражнения, там, бег с высоким подниманием, захлёст, там, допрыгивания, там, прыжковые упражнения, помимо бедрышек, хорошо развитых, например. Здесь все беговые спортсмены даже ориентирны. Я сейчас стал внимание обращать на форму атлетов. Помимо головы, чтения карты еще присутствует беговая составляющая, но она, вернее, такая достаточно важная. Вот все спортсмены, которые показывают результаты, способны показать, они хорошо выберемые, просто посмотришь на них. Да, если показывать, и вот сейчас Иринка звонит, спрашивает, да тут они косят, но в Швеции, которые находятся, девочка там у меня, да, да кто ж там косят, то говорит, назови их фамилию, а на фамилии даже их не знает, то есть они по рейтингу, по квалификации, они там неизвестны фамилии, так они тренируются в групповом режиме, быстро, и она с ними там поделала, и как бы это, не всю тренировку сделала, но правильно сделала, вот, но то, что как бы тренироваться напряженно и по всем позициям использовать доп. упражнения. Наверх упражнения зачем нужно? Вот, допустим, вот здесь, вот бежит она с горки, координация, да, можно, ну как, если у тебя раскрябанный там позвоночник не расстывал, ты вихляешься, весь такой есть, такие бегуны там, негр или еще кто-то, там такие у нас есть, вот, у тебя должен мышечный корчет такой, достаточно такой, помимо всего прочего, позвоночный стоп, нервы уходит до головы, до пятки, вот если они не будут у тебя, как бы, правильно там все развито держать и правильно это самое, как бы, работать, да, у тебя незаметные проблемы, к печени нервы пойдет, блуждающий пойдет к сердцу неправильно, уже импульсы, реакции будут совсем другие электрические, ты не понимаешь, по какой причине ты что-то вот тренируйся, оно у тебя сейчас недоработано, проблема может быть мелкой сидеть вот там, я уже не говорю про травмы, которые вот застуды там, вот такие вот стопроцентные там, но бывают факты, как бежит человек и получает травму на одной ноге, да, я, ну, как бы, начинал копаться там, начинаю смотреть, вот, начинаю седалищем, но тут блян на себя такие сто процентов, и здесь сидят и здесь, конечно, травма, вот проводимость нарушена, электрические импульсы к мышцам от нерва не идут, вот, решить эту проблему легко и просто, это делалось в течение часа, взять, все это дело раздавить, там, каким способом, другой вопрос, все, человек встал и побежал, и состояние, ну, как бы, мышечное состояние, вот, просто сто процентов сразу у тебя улучшается, тянуть перестанет и все, то есть, это вот, о чем я и говорю, для чего нужны эти упражнения, то есть, они нужны, вот, как бы, сто процентов, это мое мнение, хотя, там, там, других видов спорта, там, говорят, не надо это делать, ну, может, тангисту не надо, там, зафигачил, там, каком-то метан для стороноломный, и еще, и давай, там, рвать вверх или вниз, и куда угодно, но, вот, мое мнение, какое, в этом плане, что он? Еще мой вопрос такой, в сердечном состоянии, нужно ли вывозить, нужно ли нам выезжать на среднегоре, на среднегоре, при подводке на соревнованиях? Обычно высококолифицированные спортсмены выезжают, и за четыре дня спускаются, и показывают высокий результат. Какая высота нужна для высоты? Вот, смотри, вот, живете вы в Москве, вот, сразу вы влезли на высоту 2000, ну, проблема будет тренироваться, вот, если вы не были в горах, например, то, первая высота на, вот, ну, на Кисловодском находится, там, диапазон широкий, там, внизу 800 метров, наверх, вот, вот, первая высота, она даст эффект, и высота 1200 даст эффект, вот, соответственно, эффект будет достаточный, что вы на 2000 залезете, вот, ну, там риск ошибиться достаточно высокий, что в горах тут происходит, там происходит, как бы, нагрузка на сердечно-сосудистую систему и повышение гемоглобина, ну, как бы, там, вот, все угнетение, организм аттрактируется, начинает, там, резервы, резервы, все такое, но гемоглобину надо растерять в 5 секунд, одна тренировка неправильно проведенная, и он с 14, у меня был, как бы, случай, там, ну, есть, такие спортсмены неудержимые, там, вот, бежится, значит, надо бежать, вот, одна тренировка, гемоглобин упал с 14 до 11, ну, я могу сказать, то, что, это можно, там, за час потерять 10 минут на соревнованиях, как минимум. Ну, вот у нас сейчас будет первенство России в Кисловодске, в марте, и будут первенства, это дети там будут бежать, вот, как вам их готовить? Как готовить? Кисловодске? Кисловодске, в этом, да, в 18-м году. Ну, как готовить? Ну, конечно, на сбор-то вы их вряд ли повезете, да? Вот, ну, готовить, как готовить? Ну, включить горные отрезки немножко здесь, например, потому что, выезжая в какой-то Среднегорье, там же пересеченка, помимо гипоксии, что вот, сразу на тебя будут там, есть еще, вот, во всех, без исключения, практически много, да, пересеченка, это удар по бедрам, там, это все, ну, тяжело напряжено, поэтому, ну, постарайтесь подготовиться. Есть форма гипоксической тренировки, не знаю, в отношении детей, как это, можно на равнинке тренировать в условиях затрудненного, как бы, дыхания и носовое дыхание. Одевают маски, да? Зачем маску? Да, носом дышишь и все. Зачем маску? Ну, маска, это проблема, зачем? Дышишь носом, сначала часть, один кусочек отрезка, потом больше, потом два отрезка, там, допустим, да, соответственно, что, нехватка, как бы, у тебя идет нехватка кислорода, да, ты же чувствуешь, ты же не помнишь, то есть. Организм начинает потихонечку адаптироваться, там, ну, ну, и эффект присутствует, но детям я не знаю, в отношении детей я бы не стал, это все-таки нагрузка, вы же можете не совсем правильно, и детский спорт, это немножко тематика такая, она осторожная достаточно должна быть, и аккуратная, потому что организм растущий, вот, особенно 12-13 лет, вот, там, в период, как бы, созревания, вы можете просто-напросто, вот, если используя нагрузки неадекватные, в плане интенсивности, в плане интенсивности, то, вот, свои функциональные возможности сто процентов, мне кажется, это вот, гарантия железобетонная, вот, факт у таких статистики немерено, вот, вот, как тренировать, ну, господи, масса упражнений длительного характера, он не граниже бегает, вот, с такого возраста, в высоте 2000, да, там, в школу, 10 километров, или 5, или сколько, у нас, в Чувашине, там, далеко, и девчонки ходили в школу, и на лыжах, я с Егоровым разговаривал, когда у нас вот это, марафон такая, вот, да, она вот, ну, процесс формирования, это происходит, то, на каждый день, там, 5 километров, или, там, 7, туда-обратно, туда-обратно, ну, представляете ли мне, там, насколько, если у нас на машине до школы, какого-то везет, то у нее капиллярная система, там, мелкие сосуды, там, ну, и в какой-то цепени сердца, насколько у нее будут посылки более развитые. Как раз в первой зоне. Да, как раз в этой зоне. И, соответственно, вот, еще, у вас наверняка такой вопрос зреет, например, да, в голове зреет, и сразу могу ответить. Я наблюдал, как бы, спортсмену, которые бегали, там, в девятом классе, например, достаточно длинные кроссы, там, ну, как бы, быстро, там, ну, спортсмен международного уровня такого плана, там, 8,22 на степле, ну, и высокий результат. Ну, я скажу, что, вот, бегая много, много в детстве, объемные какие-то. А, ну, все-таки база, это, база, все-таки, включайте объем. Нет, я про базу не буду говорить. Я говорю то, что, вот, он свои возможности не испортил, например, да, он не подорвал бегая столько, ну, как бы явно не подорвал, он показал еще высокие результаты во взрослом спорте. То есть, у нас, допустим, какие упражнения острые? Это стрессовые, какие-то быстрые, и все. Медленные, это наша генетика, она позволяет нам медленно двигаться. Мышечные упражнения, допустим, она тоже позволяет нам. Поэтому в отношении детей, вот, ориентация в плане построения программы, она должна быть такой, медленно, потихонечку, и какие-то силовые, ну, я думаю, вреда ни на кого не принесет. А если вы им даете, там, три раза по 600, там, полностью, ну, тут уже, ну, как-то, наверное, не совсем правильно все это будет. Ну, в дальнейшем оно показывает, у нас же масса была, которые не дошли. Так, ну, что, устали совсем, да? У нас не разограна подводка, ну, микроцепт. Вот, давайте я еще моментчик, такой важный вам скажу. На этом многие потеряли здоровье, и, там, результаты, и все остальное. Вот, важный момент, и он такой живый переписчик, и, ну, сейчас дальше вы пометите, что там, чего, как. Все нормальные спортсмены, тренеры знают, что в процессе тренировочной работы факт такой наблюдается неприятный, и бред здоровью у спортсмена, наносит, который сильный. Это соренировка или участие соревнований в состоянии болезни. Попадали, ну, многие попадали, я не знаю, не один раз. Вот. Ну, это вот стопроцентно губит здоровье. Это же, ну, даже бабушки находили. И никакой врач вам здесь сильно не поможет. Вот. Как обычно, это нарушение в деятельности сердечно-сосудистой системы, может быть, других систем. Вот. Ну, для этого, вот, я, например, набросок такого плана сделал, я сам через это прошел на своей школе, потому что такой иммунный. Какие-то моменты знаю, которые, ну, не знаю, в медицине этого не описано, в принципе. Вот измерение температуры, если у вас сомнения в отношении вашего состояния, болезни, болезни, больные или не больные. Ну, я не знаю, какой период, но вот взяли, померили температуру. Температуру тела, вот я вот сколько вымерял, например, она за редким исключением должна быть пределом 36,6. Вот. Любые отклонения от этой цифры являются поводом для обследования или исследования, допустим, да, и оценки состояния здоровья. Вот. Есть вот такие вот, утром температуру, вот это 6 сна, вроде нормально себя чувствуешь. Вечером она в 30 минут. У меня одна девочка тренировалась, она на марафон бегала. У нее такая вот была вот ситуация года два. Муж ее посылал в Москву, диспансер, вот что-то 50 показателей сняли. В организме он все взяли, все взяли. Ну, там, как бы, он с деньгами был все. Обнаружили что? Незначительное повышение лейкоциклов. Это говорит о том, что воспалительный процесс где-то присутствует, но они ее не нашли. Где он сидел? Может, он его взять в гипталамусе, может, на почечниках, в коре там или внутри, может, в печени, допустим, да. Но это факт нарушения в деятельности организма, и вот самый неприятный факт. Высокая температура, она явная, допустим, ты ее чувствуешь, ну, откровенно ли ты там, дурак, пошел бежать или тренироваться с 38, да. А вот это она такая вот, как бы, понятно-непонятно, вроде и нормальная, а вроде бы и не особая. Вот. В большинстве случаев это говорит о том, что в организме присутствует инфекция. Она способна, ну, она разного характера, там, и вирусы, и всякие там прибамбасы, ну, это такая медицинская терминология, нам это знать не обязательно, важно знать, что это есть. Вот. Если она присутствует, то в определенный момент она способна нарушить согласованную работу. Ведь когда в организме нет вируса, он не болеет, да, он согласованно действует, там, работа, отдохнул, пошел. Если присутствует вот эта вот, там, как бы, инфекция, она проявляется вот дальше, я вам скажу, то удар по организму будет достаточно серьезный, в зависимости от того, что вы делаете. Кросс пробежали, менее, там, вредно. Если на соревнованиях, не дай бог, пробежали, ну, это труба, она, несколько, продолжительная. Обычно вот это вот сидит в иммунной или где-то в каких-то структурах гормональной системы. Почему я говорю, вот, бегала у меня там девчонки к одной, по-тапинке Настя, вот, у нее нашли, вот, наточник, выспательный процесс, и у нее были вот такие симптомы, которые я сейчас объяснил и дальше говорю. Вот, бегать там было проблемно и, в общем-то, не рекомендуется бегать. Сейчас дальше объясню почему. Определить, где находится вот это вот, да, вот. У нас, в России, пока я не находил фактор и пример. Единственное, определили, вот, у меня была, тренировалась такая девчонка, одна там, то биатлон, то ориентирование, то лыжи, трифон, вот так. Вот, финны определили, где у нее сидит инфекция. Вот у нее температура держалась, там, 3,1-3,2, и стоя нет. Наостома чисто не бежит, там все. Вот финны определили, дали ей какие-то препараты, она рецепты ей, то ли зажалочили, ну, привези, это же такая наухарная вещь-то, как бы, понятно. Вот, у нее определили, через два-три дня у нее исчезли эти симптомы, и все пошло хорошо. Что там ей дали, ну, ты его, этикетки сохрани, она, я что-то потерял, я говорю, поехала на Финляндию, а у меня, вот, вопрос возник с девчонками. Я, ну, спроси-то у них, они говорят, это наш секрет, то есть не рассказали, где мне определили и как определили. Вот, при наличии температуры я вот категорически не рекомендую выполнять любую температуру. Значит, ну, бывают вещи, когда температура есть, и ты можешь тренироваться, ну, отдельно. Это, я сейчас говорю в словах, то есть факторов, при которых лучше не надо двигать, просто вот лечиться и отдыхать. Ортопроба обычно реагирует. То есть при болезни гена там засела, сто процентов, как бы, реакция идет на сердце, и оно неадекватно. То есть показатель сразу немножко увеличивается в разнице. То есть померил лёжа, стоя, сразу улица. То есть десятка тут будет двадцать, там, тридцать, ну, в зависимости от того на скопы. То есть это болезнь или перегрузка. Далее, аппетит. Вот ключевой фактор в плане, если организм болен, аппетит, как правило, в той или иной степени пропадает. Вот, допустим, болит, взял еще, там, на соревнованиях пробежал. Напрочь убьется аппетит, какого бы то ни было. Прямо все прям не чувствуется, там, ну, сто процентов. Если вроде легко, там, болит, там, на грани, он чуть-чуть пропадает, но он пропадает. И определить, что он, допустим, ну, как бы пропал, ну, это ясно и понятно. Здоровый, нормальный аппетит, это когда вот хочешь-то есть, взял кусок черного хлеба и будешь ее разжевать с удовольствием. А не так, что думаешь, вот пирожные, вот еще что-то. Это вот не совсем как твоя. Правильный критерий определения. Вот болезненное ощущение в области горла. Першит, чуть поболит, может быть легкий на осмотр. Ощущение логли сквозняков, например, да? Вот. И обычно в организме присутствует ощущение, что он может что-то не так. Вялость, нежелание, неработка. Это вот первый фактор, второй фактор, третий фактор, четвертый. Соединяем. Все. Куча. И сделаем вывод, что мы заболеваем. Это у меня просто один терапевт тренировался, доктор. Я говорю, как ты определяешь состояние больного боляя? Ну, вот так вот. И мне пришлось вот для него это, ну, как бы, дать вводные. То есть как? Вот что происходит? Я сейчас еще буквально короткое время. Что происходит в организме? И как можно блуждать, заблуждаться? И проблемы какие будут? И как их вы будете решать? Вот. Это вот серьезный момент. Вот эта совокупная оценка этих факторов позволит вовремя правильно определить свое состояние и внести правильную коррекцию тренировочной нагрузки. Если все-таки случилось спортсмену тренироваться, стартовать в больном состоянии при наличии температуры, то после этого категорически не стоит проводить никакие тренировки. Правильные физиологические реакции в организме в этот период отсутствуют. Это проявляется в нежелании тренироваться, внутренней усталости, даже в плохое. Острые реакции на сквозняки и холод, отсутствие нормального аппетита. Ну, соответственно, пульсовые характеристики были, другие. Если продолжать работать, пробовать тренироваться в таком состоянии, то дистрофия миокарда 100% гарантированная. Это факты железобетонные, ЭКГ показывает, что это дело присутствует. И, ну, дальше понятно, да, вот ты спортсмен здоровый, бегаешь, бегал, получил это состояние. Что происходит с головой у человека? Да что происходит? Депрессия там. То есть психологическое состояние очень резко ухудшается. Ну, ты бегал, здоровая страна, ты должен там не бегать, ты чувствуешь, что все это не так. Но это ударяет по психике очень, достаточно серьезно. Вот. Это фактический материал, не то, что мои измышления. Так. Далее я. Вот. Самое страшное в этот период, что? При обращении к кардиологам тесты кардиограммы могут показать почти правильную кардиограмму с незначительными изменениями, присущими многим здоровым спортсменам. То есть там, зубец с промежуток СТ немножко, чуть-чуть, да, но это у всех присутствует. Вот. Практика была такая. Вот человек находится в состоянии болезни, он перешел, к больным бежал и просто бегать может. Ну, кардиолог, такого высочайшего уровня, говорит, ничего страшного, продолжает тренироваться. А человек не может бегать. Нельзя. Нет. Вот я вам говорю, что вы должны понимать врачи, врачи, допустим, даже спортивные, да, но не факт, что они вам правильный рецепт дадут. А если вы пойдете в обычную поли-клинику, там, ну, я не знаю. Очень мало специалистов. Ну, вот, в этой теме, в этой теме, вот, то, о чем я сейчас говорю, вот, ну, способны разобраться вот эти единицы. И вот вы попали в такое состояние, да? Вот когда вам начинать продолжать тренироваться, да? Вопрос же важный, возникает. Вот. Когда тренироваться? Нет, я сейчас докончу вот это предыдущее. Вот в этом состоянии адапционные процессы напрочь, согласованная работа сто процентов, сорвана, инфекция где-то сидит. Вот. Любое менее интенсивное физическое продление приводит к заметному ухудшению состояния, испытанному на себе. Вот выходишь, вроде бы, ну, вот нормально, пошел бежать. Три километра, и вот хочется пешком пройти. Ну, как, то бегал по тридцать, там, по двадцать, там, по столько, а тут все, раз, все. Пошел пешком назад. Проходит два дня на ухудшение. Ну, сейчас я побегу. Пошел, ну, четыре пробежали. И опять пешком назад. То есть, организм вообще неадекватно реагирует на нагрузку, просто на просто. То есть, в этом состоянии только покой и, ну, какие-то медикаменты, которые восстанавливают просто на просто. Вот. Если мы сразу прекратили тренировки, то, в принципе, пару недель, вот в этом состоянии, если вас словили, две недели покоя, ну, восстановят. Как бы. Если, не дай бог, начнем дальше, что-то пытаться изображать, то, ну, полгода и дистрофия миокарта, и вот стопроцентная гарантия, что там вообще. Ну, выражаться и будь чем. Вот интервью Слепцов показал, биатлонюска. Вот она говорит, вот мы убежиминцы, ее загнали. Девочка была способна, и не урах там вообще вся. Ее загнали. Выражается в чем? Вот сердце подобно не так уже толкает, у нее руки постоянно мерзнут. Я говорю, девчонкам, они все сменятся, что у тебя руки мерзнут. У нее раньше не мерзли руки. И у тех не мерзут, потому что они, ну, нормально, а ее просто вот. Ведь я не знаю, в каком она состоянии была там больная и не больная, но наверняка больная. И у нее уже сердце не толкает. Вроде объем тот же, там она пытается тренироваться пахать, вот она же пыталась что-то сделать. Но все, у нее резервно, вот он исчерпан. У нее там сердце, может быть, работает на 75 процентов от того, что там в законной природе. Поэтому это такой важный момент, и я же не говорю в дальнейшем, что будет. Поэтому вы должны понимать вот это четко, но это такой краугольный. Ведь к вам на тренировку придут железобетонные, там, больные, например, какие-то чихающие, еще что-то такое. Лучше перестаковаться и что-то не дать, или это самое. Если высокая квалификация спортсменов, никаких соревнований, надо правильно определить. Ведь сезон, ну, десятки раз, все чихают, там насмор, там тут болит. И как ты, бросай на месяц, допустим, 2-3-3-3-3-3-3. Так вот, критерии в этом состоянии, вот я назвал, и обычно, ну, как бы аппетит краеугольный такой вот. Если состояние в норму превращается, вот в физиологическом, вот как будто тумболев щелкает, вот мгновенно аппетит прямо, чувство аппетита хорошего прямо появляется. Это вот такой момент существенный. И, ну, я понимаю, ну, как бы насколько важно при работе с спортсменами вот это все, ну, как бы знать. Поверьте, врачи не поможут в данной ситуации. Когда возвращаться к тренировкам, ну, дай бог, чтобы до этого поможет. Позвоните мне, я вам скажу. Если не дай бог, что это случится. Не, серьезный момент, поверьте. Очень серьезный. Ну, что? Мы обещаем рассказать, как пустые ноги. А, ну, это вот. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, это такое, да. Так, мы подводку не забрали, микроцветку. Давайте вот в отношении это самое. В отношении важности подводки, по-моему, ничего объясняет. Вот мы можем пахать целый год. Ошибиться в одном отрезке. На одних соревнованиях. Или досвидос. Там, в какое-то энное место или что-то. Ну, в какой-то. Значит, я вот коротко как бы пробегусь. Пробегусь. Вот. Подводка на, допустим, с соревнованием протяженностью, там, до двадцати километров. Можно где-то за неделю уже, за неделю ее немножко как-то, в принципе, вот эти использовать. Предпоследняя неделя, предпоследняя, у нас остался неделя. Предпоследняя неделя проводится без снижения объемной интенсивности. Вариативно работаем по всем необходимым нам качествам, которые мы используем. Ну, то есть, мы не меняем тренировку, да. Некоторые, допустим, там, снижают нагрузку за, там, десять дней, за две недели. Некоторые, там, делают, там, за три дня до посинения, например, да. Вот. Мы, например, я вот, например, делал так. Предпоследнюю неделю, как в рабочем режиме мы тренируемся. Вот. Единственное, что необходимо осторожно подходить, к использованию новых непривычных упражнений, да. Ну, где-то услышал, что там, Бьерн Далилов делал так-то, думаешь, да, ну, дай-ка я сейчас все использую. Но, всякое новое упражнение, оно непривычно для организма, да. Для мышц, например, да. Вот. Риск получить травму достаточно велик. И дестабилизацию в оценку состояния нести. Вот сделал упражнение какое-то новое. У тебя заболело здесь. Тут вроде тянет, а тут болит. Что делать? А у меня, ну, были такие спортсмены, которые приходили и хромали на тренировку на следующем. Я давал им упражнения какие-то, расписал так-так-так, а сделано было в сто раз интенсивнее и неправильно. Соответственно, вот, потом это все ломается и не поймешь, кто у тебя ноги лечит, кто у тебя продолжает тренироваться. Ну, то есть непонятная ситуация. Вот. Физическое состояние к началу последней недели должно соответствовать рабочей норме, которую в пятибалльной шкале мы оцениваем на 4-4,5. Ну, приблизительно помните, да, о чем мы говорили. Напоминаю, значит, пульс в конце интенсивного упражнения около 180 баров или чуть выше. Дельта через одну минуту 40-60. 40 или 60 зависит от напряженности применяемого метода тренировки. Это мы говорим про подводку, ну, я бы так, до 20 километров. Или по времени это час 20-15. Потому что принцип подводки более длинной дистанции, он совсем не будет. Но несколько другой. Вес 0,5-1 килограмм, где-то выше нормы. Аппетит, сон в норме. Дыхание достаточно свободное, но с небольшими ограничениями. Это я все повторяюсь, потому что это вот в шкале 4 как бы все описано. Но не помешает постоянно. То есть спортсмены даже высокой квалификации, им нужен вот тренер-голова. И они что-то не уверены, например. Им надо вот подтвердиться, чтобы, я сказал, делай так, например. И он постоянно задает как бы вопросы. Поэтому вы должны вот 100% сами вот это все как бы уверены быть, чтобы спортсмену доносить. Они будут спрашивать до 40 лет у вас. Бегать если будут до 40, а может до 50. Ну, я серьезно говорю. Вот. Так. Мысль, тонус и внутренний чувств наполнения энергии. Внутренний тянет работу достаточно быстро. Что объективнее, должна показать высокую скорость упражнения. Если вы за две недели делаете отрезки вот так, то и здесь скорость должна быть около этих показателей. Потому что, если она ниже, либо вы перебегали, либо сбросили нагрузку и растеряли свою тренировку. Ну, что не очень правильно с точки зрения подростки. Бегают до 20 км. Но тренировки приблизительно строятся так. В понедельник. Темповый бег 10-12 км. Или возможны варианты в виде интервальной тренировки на длинных отрезках. Или какие-то другие не слишком интенсивные методы. То есть, что мы делаем? А, сейчас до конца доведу, а потом уже немножко. Скорость выполнения упражнений ниже приблизительно на 10 км от 1 км. А если тамповый бег продвигался, там, 12 км, ну, по 3-30 км. То здесь, ну, по 3-40 км, как бы, ну, чуть-чуть выше. От чего зависит выбор скорости. Дальше сейчас я все объясню. Вот. Рекомендую пульс 160-170 ударов. Объективное по пульсу и субъективное по ощущениям восстановление хорошее. То есть, пульс мы взяли через минутку, у нас там, он постучал 178, там, прошли свои 100 метров или 50 бах, там, 130-120 км, там, пониже падает. Вот. И субъективное чувство, что восстановился, все нормально. Задача данной тренировки такая стоит. Умеренно, интенсивно дать поработать в основном все действие сосудистой системы, не затрагивая деятельность других важных систем. То есть, сильно напрягаться не стоит. И эта тренировка, то есть, немножко мы поддержали фон сердечно-сосудистой, гормоналка здесь, она практически отсутствует. Мышцы сильно не напрягаются, то есть, происходит, как бы, внутреннее накопление тех систем. А вот эта поддерживается. Почему она поддерживается? Потому что тренированная сердечно-сосудистая система, она, как бы, быстрее падает. Если гормоналка может две недели где-то там дремать и в активности быть, то, не побегав два дня, ну вы же факторы, например, знаете, вот два дня спортсмен не побегал, выходит на третий день бежать, у него неправильное ощущение как-то организм. Ну, там, то ноги тут уже слипаются, там, капилляры слипаются, кровь не проходит, ну, все понятно. Вот, перед спортсменом должна быть поставлена задача, четко регулировать степень вкладываемых усилий по принципу. Легче бежит, работает, притормаживает. Ну, то есть, если тебя несет, соответственно, тормози или брось вообще водой. Но это зависит от того, насколько тебя несет. То есть, если там быстро, супер, бросил, ушел. Вот. Если среднее, то среднее усилие, как бы, ты должен вкладывать в тренировку. Вторая тренировка чисто восстановить. На пульсе 20-30 раз дополнительные упражнения. Вот дополнительные упражнения до соревнований надо, ну, я думаю, делать надо вплоть до двух дней до. По факту мы вот так и делаем, даже при подготовке к марафону и другим дистанциям. То есть, до четверга включительно, там, сто процентов делать до упражнения. Потому что, если ты не сделал три дня, например, какую-то, там, тоже прыжковую, там, тоже упражнения на связке, там. Ну, за три дня уже наступит какой-то момент перед соревновки, там, тонус у них будет не такой. И как это вылезть на соревнованиях тоже. Лучше это подстраховать. Это вот понедельник. Это ключевой момент. Такой, ну, как бы, интенсивный тренировок. Вторник, легкие, там, упражнения или кросс 20-25 км. Пуль, подвижно 130 ударов. Вторая тренировка – обычный предыдущий период. Ну, то есть, вторая – восстановительная, топ-топ ножками, плюс доп упражнения. Вот. Ну, среда – кросс тоже 12-15, пуль – 130, вторая – присутствует в том же качестве. Четверг, ну, в районе 10-12 км, там, лёгкий бег, очень тихо, идёт половина на упражнения. Что, ну, как бы, важно тихонечко вот это бегать, всё. Накопление. То есть, чисто восстановительная тренировка будет расходить, и она будет накапливать. Если в режим пульса, там, влазить, как, ну, бывает, там, 140 бегут, под 150. Ну, это уже небольшие траты. Они нам не нужны, нам надо накопить вот здесь. Задача – просто накапливать. Поэтому пульсовой режим достаточно, надо жёстко. Вот пятница. Проводится последняя тренировка различного характера. Вот я приводил примеры, какую мы делали, например, да, перед марафоном. Вот. Если соревнования, ну, обычно бывает, там, пару дней, как минимум. Вот. Лёгкая тренировка желательно вариативно подобранных упражнений при длительном объёме 6-8 км. Ну, а понятие вариативно, ну, как бы, понятно, да? Да, вот. То есть, разные отрезки. Почему разные? Ну, желательно по разным скоростям немножко продвижаться, за исключением, ну, там, какой, спринг, плюс контрольно-сорвновательная ситуация. Вот. Вот. Какие упражнения подобрать принципиально не важно. Важно их продвижать не слишком напряжённо. Это первая часть вот последней тренировки, разминки. Пульс в пределах 170-180. Правда, он бывает иногда выше этих значений. Это говорит о том, что мы много накопили адекционных резервов и можно по интенсивнее провести последний отрезок. Задача здесь восстановить прежние физические кондиции всех основных систем организма и вынести их одновременно на высокий уровень. То есть, важно в этой разминке, вот, все основные, как бы, системы, ну, немножко, чтобы там в пике были. Если вы хотите показать там, в пиковое состояние, попасть на соревнование. То есть, задача не стоит такая, то он, в принципе, может поступить по-другому. Так. Самое главное в этой тренировке, вот, супер важный момент, работая на этих первых отрезках, понять своё состояние. Ну, это как бы, вот мы говорили про разминку в данный день на тренировке, да? И это разминка в миниатюре, только вот соревнования. И важно понять своё физическое состояние. Вот для чего даются разные отрезки там, кусочки там, да? Ты же бегаешь не просто там восстанавливать свои кондиции, но ты должен понять резерв свой эрекционный и где ты находишься. Вот для чего это важно? Важно для того, чтобы... Какой последний отрезок выполнить с какой интенсивностью? Последний отрезок с интенсивностью, что он даёт? Он даёт такой лёгкий или более там высокий гормональный стресс. Насколько важно, чтобы в день старта там в крови гормоны были? Ну, по-моему, объясняет. Это вот движущая сила вот всего остального. То, что там, среди сосудистого строгошка может всё равно быть. Без активности гормональной ему не будет движаться нормально. Последний отрезок был в практике от 300 до 1000 лет. Он пробегается быстро, с хорошим предварительным психологическим настроем. Для чего нужен психологический настрой? Для того, чтобы до отрезка уже пошло выделяться гипоталамуса, которые гормоны выделятся, заставят работать все другие системы гормональные, ну, как бы активно, да? Этот отрезок нужно выполнить с запасом скорости, чтобы не получить травмы. То есть мы настроили человека... Я обычно как дали настроить? Так. Вышел в голове, проиграл прямо с высокой частотой, начало там такое. Но бежать не надо супер, как бы максимально интенсивно, но ни в коем случае. Травму получишь, первый вариант, да? Второй вариант. Неправильно выполнишь этот отрезок. Ну, быстро продлижаешь. В результате, ну... В результате будет потеря на соревнованиях. Вот как напряженно бежать в последний отрезок? Принцип здесь такой. Если мы много накопили абитуционного резерва, и это состояние проявляется в виде основательной тяжести по дыханию, по мышцам. В них есть тонус, но больше мощности, например, да? На полности. И наблюдается так называемое состояние внутренней тяжести. Он не присутствует, да? То есть мы накопили состояние внутренней тяжести, например. Повторяем. Вот. Потому что риск ошибиться, он присутствует. А как бежать? Там до конца нет. Вот смотри. Мы можем ошибиться, вы можете ошибиться. Неправильную информацию поднять. Или неправильно оценить вот этот вот первый отрезок, который вы сделали. Неправильно оценить, в каком состоянии ты находишься. Поэтому говорю. В голове проиграли, побежали. Пошло. Здесь перекрывает. Вроде бежится. Ноги такие вот. Мощный тонус есть, все. Можно работать. Ничего страшного. Ну, до конца. Если вдруг, не дай бог, побежал, тебе по какой-то причине открылось. Все. Сразу бросил сон. Потому что, ну, добежишь в таком состоянии быстро, ну, сто процентов потеря результатов. Это гарантированно просто. То есть тебе побежалось, а ты продолжаешь работать интенсивно. Ну, соответственно, что? У тебя накопленная резерва есть, и ты часть его израсходишь. А на соревнованиях получится так, что ты первую половину быстро начнешь, на вторую половину сольешь. Ну, не побежишь там. Ну, к примеру, таких массов цена. Вот. Чем больше тяжести, ну, я сказал, да. Если пульс после отрезка этого высокий, и скорость восстановления через минуту хорошая, падает на 50-е выше, то можно смело утверждать, что мы через день-два будем на пике или около пике в свое состояние нам будут, в принципе, хорошо работать. То есть мы попали в нужное нам состояние. Ну, то, что объяснить спортсмену, как бежать, это я уже говорил, да. Вот это вариант подводки к одному старту. Если соревнования проходят два дня, то последняя тренировка, ну, сократить можно чуть-чуть по объему, и особенно в выборе последнего отрезка. Здесь уже 600 метров не пройдут, там, быстро, или тысячи метров. Это вот гарантированно, что на второй, ну, как бы, это надо столько накопить по функционалу, в форме, я не знаю, там, тесосторонного, что-то там. Вот как они бегают, там, зафигачил, и он день бежит, второй бежит, и через неделю бежит, и там, через какое-то время. Здесь куски, куски пробегаемые, вот, они либо могут вообще отсутствовать, максимально отсутствовать, либо кусок короткий, 300 метров, ну, я давал максимум 300, ну, кто-то накопил больше, там, немножко, как бы, ну, 400, например, да. И то с запасом, то есть, говоришь, допустим, у тебя вот максимальный твой бег вот такой, но ты пробеги с запасом 3 секунды максимум. Ну, вот, где-то так. Так. Вариант отрезка вы можете разный, это не принципиально. В первой части, допустим, там, по 1000 беков, и там, трешка напрерыва на головы, по 200, там, ну, по 400. Ну, это важно, с какими усилиями вы пробегите, как напряженно, там, ну, просто не перебрать. Ну, желательно здесь проехаться, как бы, так, не то, чтобы одни отрезки, а там, по 200 покатал, там, по 1000, например. И даю, например, после этого, там, трешечку свободно пробежать. Ну, чтобы там переварилось все и понять, как бы, это самое, то есть, где ты находишься, например, да. Вот. Ну, понятно, что в данной ситуации, вот, зависит от спортсмена и от тренера. Ну, насколько вот я научил их, я, да, понимаю. Если есть необучаемые, ну, не очень обучаемые, ну, в данный момент, то, ну, стопроцентно будет, вот, какой-то провал там, ну, испортить ситуацию напрочь сразу, может быть. Так, ну, это, вот, то, что по разнинке говорил, это до 20 километров. По марафонной и более длинной дистанции, это другая, как бы, форма подводки, ну, не форма, а структура подводки, она несколько другая. Потому что бег на дистанции, там, полтора часа, там, и выше, ну, несколько по-другому. Там не прокатит за неделю, если там проводиться, но риск того, что ты не добежишь, он такой, достаточно большой. Ну, уже проверено, и там другие принципы, ну, там, ну, это, как бы, отдельно немножко тематика, там больше надо копить, вот, ну, по крайней мере, за три недели я бы не рекомендовал выходить на состояние, там, четыре с половиной и выше, вот, то есть, надо где-то около четверочки крутиться, и очень аккуратно. Как только вышел ты при подготовке на длинные дистанции, ну, это касается, вот, супер-беговок, супер-длинных, все, как только за две недели вышел, тебе подбежалось, ну, вот, ну, на соревнования можно вот на длинные не выходить. Железобетонно, там, на 30-м, там, на каком, на 35-м, ну, кто, у кого фантазия работать супер-детенсивно великая, вот, работая сильно, допустим, да, на 15-м сойдешь, ну, менее сильно, там, на 20-м, ну, статистика железобетонная такая, вот, что тебе не хватит до конца, как бы, пробежать дистанцию, вот, при нужной скорости, в нужном движении, и до конца, и суметь еще сфинишировать. Ну, а насколько это важно, вы сами понимаете, то есть, можно лидировать, там, или бежать большую часть дистанции, на финише раз, какая-то дьоргина выходит и сама, там, обыгрывает на тебя. Обидно, обидно, а все, вот, будет заключаться, вот, в последнем, в каком-то куске. Ну, вот, устали, да? Да, спасибо большое. Ну, и уже на меня. До цикла мы послушаем его. Устали. Ладно, давайте уже тогда в последнем важном разгоне, где-то, в последнем. Ань? Постоянно. Ну, да. Ну, это из области полуфанкастики, но, поверьте, это в области большого спорта настолько присутствует. Я вот наблюдал, например, вот эту вот ситуацию, наблюдал, прыжки в высоту, казалось, вид технический, вот, что, ну, многие говорят, вот, черный прыгнул, но перегорел. Ну, ты мне объяснишь, что такое перегорел? Вот у меня у товарища тренировался его братанка, ну, он прыгал 2.28, Стаса Малатилова и какой-нибудь. Это сбор на тренировке. Вот он, там, на последней тренировке, ну, высота считается, ну, что, ну, попрыгал-то немножко, да, и через два дня тебе прыгать, вроде ничего страшного. Вот он выходит и прыгает. Там, 2.26 на тренировке, 2.27 берет. Соревнование 2.20. Вот, не могу прыгать, весь пустой, ни толчка, не чувствую ни ритма. Что произошло? Он вышел на состояние пиковое, в последней тренировке, успешно реализовал свой резерв, а на соревнованиях до сего. А аналогичный пример, только другого характера. Вот, наверное, вы слышали, такая спортсменка была, Аня Бирюкова. Тройной прыжок прыгала. Ну, 15 копейками, ну, такая же, достаточно высокий результат. Вот у них процесс произошел другого характера. По причинам, по причинам, разным. Ну, я не буду говорить, каким. Вот, они накопили слишком много. Соревнования были в туре, отборной Олимпиады в Сиднее. Результат у нее был уже 15.07, по-моему. Там она выходит и прыгает 14.40, 14.42, а девчонки уже прыгали 14.80, 14.90, все. Вот, и, говорит, не пойму, вот, ноги бетонные, вот, это, вроде силы есть, не могу, вот, не толкнулся, ничего. Вот, что произошло? По различным факторам они много накопили, закрепостились. Соответственно, ну, как ты прыгнешь, там же тонус, взрывная сила должна присутствовать. У нее что было? Вот, она благополучно не попала на Олимпиаду. Это было в туре, я смотрел эти соревнования. Через неделю после этих соревнований, 14.90, 14.80, там, тестовые свои отрезки, там, суперрезультаты, рекорды, все. То есть, человек благополучно не доехал до пика. На соревнованиях он, наверное, был, там, не доходя, 4 очки. После соревнований в нем пошла пробка. Ну, и таких фактов достаточно большое количество. Но это говорит о том, насколько важна вот эта подводка. Ведь можно блок пахать, заварить, там, последние, как бы, тренировки, ну, все испортить. Поэтому вот этот важный момент, что, и, соответственно, ну, я к чему это вам, это, так, назой его говорю, вы не подумайте. Это важный момент. Вы залезьте в, это, в литературу и посмотрите. Как надо погладиться? Прочитайте что-то вот такое аналогичное, например, да? Найдете, ну, вот, мудрите с меня. Ну, я, не, я просто смотрел и, как бы, лазил, вот, залезал, там, исследовал, смотрел. Ну, все пишут, вот, сделай вот это, вот это, вот это. Но ты объясни, как надо сделать, ну, как бы, почему сделать. Опиши. Вот, спортсмену же надо дать понять, дать задачами поставить, как делать. Делают, обычно, как, там, пять раз по икс, столько-то, со временем таким-то. Ну, это же неправильно, в том плане, два, дважды попасть в такое состояние способны только вот великие спортсмены и великие тренеры, которые, вот, по какому-то внутренне чуть-чуть, там, допустим, попали и, вот, там, в пятерочку, там, ну, были такие у нас марафонцы, там, Церпинский бегал, такой, этот, немец. Там, один марафон выиграл в Ампиаде, второй выиграл, там, на третий был, там, вот, ну, или наголо выше всех, например, типа, вот, Эсенбаев, как она прыгала, допустим. Ну, она, да, она, по своему потенциалу, она достаточно высокая, и она способна была, даже при ошибках, там, какие-то выиграть, медали, там, например, первые, там, первые, вот, ну, поэтому, вот, короче, вот это все есть в виде электронном, это не отредактировано, но, надеюсь, вы суть, как бы, поймете, если кому-то нужно, ну, ради бога, там, она сама. Получайте, изучайте, но этот процесс будет такой, непростой, будут ошибки, будут это все, но это путь к тому, помимо всего прочего, что вы будете, не будете ошибаться, вот, с вами учениками, допустим, ну, и как-то, вот, реализовывать свою работу, потому что, все-таки, в результат все упирается, правильно, хочется сказать, ну, нужно правильно это делать. Ну, вот, как-то так. Спасибо. Спасибо.